Эд Макбейн. В глухой час. Читает Галина Шумская. Вначале её приняли за цветную. Приехавший по телефонному вызову патрульный никак не ожидал, что обнаружит по указанному адресу убитую женщину. Он вообще в первый раз увидел труп, был поражён гротышковой нелепостью лежавшего назначь на ковре тела, и руки его при заполнении бланка рапортом мелко подрагивали. Однако, дойдя до пункта раса, он уверенно вписал в неё негритянка. Звонок принял дежурный в Центральном бюро жалоб. Пожал плечами, поскольку сообщение показалось ему попросту здоровым, он заполнил соответствующий бланк, вложил его в металлический стакан и пневматической почтой отправил в диспетчерскую. Диспетчер прочитал его, пожал плечами, поскольку сообщение показалось ему попросту здоровым, посмотрел на карту 87-го участка, висевшую перед ним на стене, и послал патрульную машину номер 11 по обозначенному адресу. Женщина была мертва. Наверное, она была красива при жизни, но смерть обезобразила её. Тело вздувалось от собиравшихся под кожей газов. Одетая в свитерок и юбку, босая, она лежала с неестественно вывернутой головой. Коротко стриженные чёрные волосы разметались вокруг. Карие глаза были открыты, лицо опухло, а юбка при падении задралась. Патрульный ощутил импульсивное желание одёрнуть её, прикрыть колени. Он был уверен, что женщина хотела бы этого. Смерть застигла её в неприличной позе, лишив естественного женского инстинкта. Было, наверное, в её жизни много такого, чего бы она ни за что не повторила, и что казалось ей чрезвычайно важным. Но среди всего этого многообразия была одна маленькая деталь, значение которой невообразимо возросло в связи со смертью. И никогда больше не повторить чисто женский, а потому прекрасный жест не прикрыть колени юбкой. Патрульный вздохнул и дописал рапорт. И пока он шёл к машине, образ убитой стоял у него перед глазами. В помещении для дежурных полицейских в ту августовскую ночь было жарко. Кладбищенская смена заступала в наряд в 18.00 и расходилась по добам в 8 утра. Дежурили только следователи, наиболее привилегированные, пожалуй, люди в полиции, хотя многие из них, в том числе следователь Майер Майер, считали, что быть просто копом в форме куда лучше, чем сыщиком. «О чём тут спорить?» доказывал Майер. «Патрульный работает по графику, регулярно бывает дома и живёт нормальной семейной жизнью». «Вот эта комната и есть твой дом родной», сказал Карелло. «Без сомнения», ухмыльнулся Майер. «Я вообще живу одной мыслью, скорее бы на работу». Он провёл ладонью по лысому кумполу. «А знаете, что больше всего мне здесь нравится? Внутреннее убранство, декор, располагает к отдыху». «Эх, да ты не любишь своих товарищей по работе», заметил Карелло, отставая со стула и подмигнув стоявшему у металлического шкафа с досье, Костону Хоузу, направился в другой конец комнаты, отделённой от коридора деревянным барьером. Двигался он легко. Карелло никогда не занимался наращиванием мышц и внешне с культуристами ничего общего не имел, но в движениях его ощущались затаённая сила и уверенное владение телом. Наполнив бумажный стаканчик водой из охладителя, он обернулся к Майеру. «Нет, почему же? Я люблю моих коллег», возродил тот. «Знаешь, Кив, если бы мне предоставили самому решать, с кем работать, я бы непременно выбрал вас, уважаемые и достопочтимые сослуживцы». Майер кивнул, входя во вкус. «Чтобы вы знали, я подумал об отливке специальных медалей, которыми хочу вас наградить». «Ох, как я счастлив, что служу в полиции. Могу даже время от времени работать бесплатно. Могу вообще отказаться от зарплаты, так обогащает меня моя работа. И вас хочу поблагодарить, ребята. Вы научили меня распознавать истинные жизненные ценности». «Прекрасная речь», ответил Хоуз. «Ему надо вести парады, а то уж слишком они нудные». «Почему ты не ведешь парады, Майер?» «Мне предлагали заняться и местить», серьезным видом ответил Майер. «Я сказал, что нужен здесь, в 87-м, самым садулом из всех участков. «Знаете, мне предлагали должность начальника уголовного розыска, а когда я отказался, комиссара. но я остался верен нашему отряду». «Давайте наградим его медалью», предложил Хоуз. В этот момент зазвонил телефон. Майер поднял трубку. «87-й участок, следователь Майер». «Что?» «Да, секунду». Он раскрыл блокнот и взял ручку. «Да, понял». «Так, так». «Окей». Он положил трубку на место. «Цветная женщина или девушка». «Что?» «В меблированной комнате на 11-й Южной». «Что?» «Мертва». «В ранние часы город не похож сам на себя. Он похож на женщину. И так будет всегда». «Как женщина, он встречает новый день пробным зевком. С улыбкой потягивается. Его губы бескромные, волосы взъярушены. Он согрет ночным сном. Он в девичьей ниге лежит под первыми теплыми лучами восходящего солнца. Он одевается в меблированных комнатах жалких трущоб и осомняках на Холл-Авеню, в бесчисленных квартирах Изолы, Риверхеда и Камппоинта, в шикарных домах Беттауна и Маджести. А выходит на улицу уже другой женщиной, стройной и деловой, привлекательной, но не сексапильной, уверенной в себе. Ей некогда тратить время на пустяки впереди длинный рабочий день. Пять часов происходит метаморфоза. Наряд она не меняет. На ней все то же платье или тот же костюм, те же лодочки на высоком каблуке или мягкие туфли, но что-то новое уже пробивается сквозь скорлупу и сказывается на ее настроении, эмоциях, интонациях. Мы видим иную женщину, сидящую в ресторанчиках и коктейль-барах, отдыхающей во внутренних двориках особняков и на террасах небоскребов. Другая женщина с ленивой, но приветливой улыбочкой на губах, слегка утомленным видом, с допонимающим выражением лица и глаз, поднимает бокал и мягко смеется. Вечер замер в ожидании на горизонте, а небо полыхает пурпурным закатом. Поздним вечером и ночью он, она, превращается в настоящую женщину, какой создала ее природа. Она расстается со всякой женственностью и становится полноценной женщиной. Лост, изысканность манеры и маска всеобъятной осведомленности сброшены. Она слегка растеянная и весьма соблазнительна. Она беспительно кладет ногу на ногу, позволяет стирать помаду с губ поцелуями, отвечает на прикосновения мужских рук, становится податливой, манящей и удивительно глупой. Ночь женское время, а город это женщина. А потом она спит и на себя в эти часы не похожа. Утром она опять проснется, коснется воздуха зевком, разведет в стороны руки, а на некрашенных губах ее заиграет удовлетворенная улыбка. Волосы ее будут в беспорядке. Мы узнаем ее, мы часто видим ее такой. Но сейчас он спит. Он спит тихо, этот город. Вдруг откроется в нагромождении зданий на какое-то время глаз. Мигнет, закроется, погаснет. Нишина. Он отдыхает. Во сне мы узнаем его. Сон не похож на смерть. Мы слышим и ощущаем приглушенное биение его жизни под теплым покрывалом. Только теперь этот город незнакомая женщина, которую мы познали, страстно любили. Но сейчас она свернулась бесчувственным клубком под простыней, а наша рука лежит у нее на бедре. Мы ощущаем, что она жива, но не видим этого. Она безлика и бесформена в темноте. Это может быть любая женщина, любой город. мы неуверенно касаемся ее. Она натянула на себя черный пеньюар предрассветных часов, и мы не узнаем ее. Она незнакомка, и глаза ее закрыты. Хозяйка дома с опаской поглядывала на полицейских, которых сама же и вызвала. Да вот хотя бы этот, высокий, что назвался следователем Хоузом, рыжеволосый гигант с белой прядью на виске. Ужас, до чего страшен. Хозяйка стояла в квартире, где на ковре лежала мертвая девушка. Со следователями она говорила шепотом, не потому, что здесь был покойник, а потому, что было три часа ночи. На хозяйке был купальный халат, надетый поверх ночной рубашки. В квартире царила обстановка всеобщего взаимопонимания и некой общности, одинаково характерной как при сборах на рыбную ловлю, так и после трагедии. Три часа ночи, время сна, и те, кто не спит, как бы связаны между собой невидимыми дружескими узами. «Как звали девушку?» спросил Карелло. Было три часа ночи, и хотя он побрился в пять вечера, подбородок его еще не потемнел. Слегка раскосые глаза в сочетании с чисто выбритыми щеками придавали ему вид выходца с востока. Хозяйке он понравился. «Приятный молодой человек», подумала она. В ее лексиконе молодые люди делились на приятных и вшивых. По Коттону Хоузу она пока не определилась, но склонялась к тому, что он паразитическое насекомое. «Клодия Дэвис», ответила она Карелле, который ей нравился, и в упор не замечая Хоуза, не имевшего никакого права быть таким огромным, да еще с белой проседью в волосах. «Вы знаете, сколько ей было лет?» спросил Карелла. «Двадцать восемь, двадцать девять, наверное. Давно она здесь поселилась? В июне. Всего лишь?» «Да, и такое несчастье. Мне она показалась приятной девушкой. Как вы думаете, кто мог это сделать?» «Не знаю», ответил Карелла. «А может, это самоубийство?» «Запаха газа я не слышу. А вы?» «Нет», сказал Карелла. «А вы не знаете, где она жила раньше, миссис Модерс?» «Нет, не знаю». «Вы не спросили у нее рекомендательного письма, когда сдавали квартиру?» «Да у нас ведь недорогие квартиры, меблированные», пожал плечами миссис Модерс. «Она заплатила мне за месяц вперед». «А сколько это?» «Шестьдесят долларов, заплатила наличными. Я никогда не беру чеков у незнакомцев». «Но вы не знаете, из этого она города или приезжие?» «Не знаю». Дэвис повторил Хоу, скачая головой. «С такой фамилией трудно будет что-нибудь установить. Их наверное тысячи в телефонной книге». «А почему у вас волосы белые?» спросила хозяйка. «А?» «Почему у вас белая полоса в волосах?» «А это...» Хоу непроизвольно тронул рукой левый висок. «Ножом ударили», пояснил он и тут же забыл об этом. «Миссис Модерс. Девушка жила одна не знаю. Мне до этого дела нет. У меня свои заботы. Но вы, конечно, должны были видеть. По-моему, одна. Я не подглядываю и не шпионю. Она мне заплатила за месяц вперед...» Хоу вздохнул. Он ощутил неприязненное отношение к себе хозяйки и решил оставить вопросы к Карелле. «Я посмотрю ящики и шкафы», сказал он и отошел. «Здесь очень жарко», заметил Карелла. «Патрульный велел ничего не трогать до вашего приезда», пояснила миссис Модер, «поэтому я даже окно не открыла». «И правильно сделали», улыбнулся Карелла. «Но сейчас его уже можно распахнуть. Как вы считаете?» «Как скажете?» «Здесь чем-то пахнет. Это она пахнет?» «Да», подтвердил Карелла и открыл окно. «Так будет лучше». «Не очень-то», возразила хозяйка. «Погода стоит ужасная, просто ужасная. Спать невозможно». Она посмотрела на мертвую девушку. «Ой, как страшно она выглядит, правда?» «Да, миссис Модер, а вы не знаете, где она работала и работала ли вообще?» «Нет, к сожалению». «А кто-нибудь спрашивал ее, друзья, родственники?» «Нет». «Извиняюсь, никого не видела». «Но вы можете сказать что-либо о ее привычках, в котором часу она уходила из дома по утрам, когда возвращалась?» «Не замечала, извините». «Хорошо, а почему вам показалось, что здесь что-то случилось?» «Потому что молоко стояло у двери». «Вечером я ушла из дома с друзьями, а когда вернулась, мне позвонил жилет с третьего этажа. Пожаловался, что его соседа радио очень громко играет, и потребовала заставить его сделать музыку потише. Ну, я поднялась и попросила прикрутить приемник, а на обратном пути обратила внимание на бутылку с молоком у двери мисс Дэвис и удивилась в такую-то жару. Но потом подумала, в конце концов, молоко ее, а мне-то какое дело? Ну вот, спустилась, значит, к себе и легла. А сон все не идет, из головы-то молоко не выходит. Тогда я надела халат, поднялась и постучала. Но Клодия не ответила. Вот тут я и подумала, что-то не так. Не знаю, почему. Просто не знаю. Если она была в комнате, то почему не отвечала? А почему вы решили, что она дома? Не знаю. Дверь была заперта? Да. Вы проверили? Да, она была заперта. Понятно, сказал Карелло. Машины подъехали, сообщил Хоус. Эксперты, наверное. и отдел по расследованию убийств Южного района. А им-то что здесь надо? спросил Карелло. Ведь знают, что это дело наше. Ну, ниже табличка на двери прибита, пояснил Хоус. Вот и решили, что надо отрабатывать свой хлеб. Нашел что-нибудь? Новенький дорожный набор в шкафу. Шесть предметов. В гардеробе ящики, набитые одеждой. В основном тоже новой. Много пляжных принадлежностей и новенькие книги. А что еще? Несколько конвертов на туалетном столике. А есть что-нибудь полезное для нас? Хоус пожал плечами. Банковское извещение, пачка оплаченных чеков. Эти могут оказаться полезными. Возможно, согласился Карелло. Посмотрим, что сообщат наши эксперты. Заключение экспертизы вместе с результатами вскрытия поступило на следующий день. В комбинации полученные сведения оказались ценными. Во-первых, следователи узнали, что женщина была белой, европейкой, а возраст ее определялся приблизительно в 30 лет. Значит, белая. Эта новость была неожиданной, поскольку лежавшая на ковре жертва несомненно выглядела как негритянка. Во всяком случае, кожа у нее была темная, не загорелая ни кофейного цвета, ни коричневая, черная-черная, как у представителей примитивных племен, большую часть времени проводящих под солнцем. Однако, сомневаться в заключении не приходилось. Просто смерть великий уравнитель со своим особым чувством юмора и самая веселая его шутка изменение внешности людей. Смерть обращает белое в черное, и когда костлявое приходит, вопросы пигментации, взаимоотношений людей с различным цветом кожи отпадают. пигментации женщина на полу выглядела черной, но оказалась белой. Однако, все это не имело никакого значения, поскольку теперь она была холодной, а хуже этого ничего не может быть. В заключении говорилось, что труп находится в стадии активного разложения, а излагалось это в таких заумных, понятных лишь посвященных выражениях, как общее газовое растяжение полости тканей кровеносных сосудов и оболочек, вызванные гемолизом и воздействием гидросульфида на пигменты крови. Сводило же все к тому, что первая неделя августа выдалась необычайно жаркой. Женщина лежала на ковре, аккумулировавшем тепло, и это ускорило процесс разложения. Насколько удалось установить, а при такой температуре это можно назвать лишь догадкой, была мертва по меньшей мере 48 часов. Значит, она рассталась с жизнью, вероятно, 1 августа. В другом документе сообщалось, что одежда на убитой куплена в одном из крупных универмагов города. Весь ее гардероб, развешанный по шкафам, разложенный по ящикам, состоял из дорогих предметов, но кто-то из экспертов счел необходимым особо отметить, что трусики ее отделаны бельгийскими кружевами и продаются по 25 долларов за штуку. Еще кто-то добавил, что при тщательном осмотре белья и тела следов крови, спермы или масляных пятен не обнаружено. Коронер зафиксировал смерть от удушения. Удивительно, как много можно найти в обыкновенной квартире с помощью науки. Не менее удивительно и более чем неприятно вдруг не получить никакой информации с места преступления, когда надеешься обрести улики и ключи. Меблированная квартира, с которой задушили Клодию Дэвис, изобиловала различными предметами с великолепной поверхностью для отпечатков пальцев. И можно было ожидать, что их найдут там в несметном количестве. В шкафах и ящиках хранилось множество вещей из различных тканей, в которых могли быть обнаружены следы каких угодно порошков от пороха до пудры. Криминалисты обследовали все, просеяли и профильтровали аппаратом Седерман-Хойбергера пыль. В морге тщательно осмотрели кожу погибшей и в результате ничего не нашли. Круглый ноль. Нет, не круглый. Были обнаружены отпечатки пальцев Клодии Дэвис. Была собрана городская пыль, забившаяся в ее одежду, прилипшая к туфлям и мебели. Были найдены принадлежавшие ей документы, свидетельства о рождении, свидетельства об окончании средней школы в Санта-Монике, просроченный библиотечный читательский билет и еще ключ, ключ, который не подходил ни к одному замку. Все это передали в 87-й участок и днем Сэм Гроссман сам позвонил Карелле, дабы лично извиниться перед ним за отсутствие результата. В дежурке было душно и шумно. Телефонный разговор фактически оказался монологом. Высыпав на стол содержимое присланного пакета, Карелло лишь изредка издавал короткие несленно-раздельные звуки или молча кивал. Потом он поблагодарил Гроссмана и уставился в окно, выходившее на Гровер-парк. «Ну, есть что-нибудь?» спросил Майер. «Да, Гроссман полагает, что убийца был в перчатках». «Прекрасно», прокомментировал Майер. «А я, кажется, знаю, отчего этот ключ». «Да, отчего?» «Ты просмотрел оплаченные чеки?» «Нет». «Посмотри». Карелло открыл адресованный Клодии Дэвис банковский конверт из коричневой бумаги, разложил на столе чеки, а затем развернул желтое банковское извещение. Майер молча прочитался. Коттон нашел этот конверт в ее комнате. Извещение за июль, а это выписанные ею чеки, ну, по крайней мере, те, что прошли через банк. «Много?» «Двадцать пять, если быть точным». «Что ты об этом думаешь?» Майер пожал плечами. «А ты?» «Глядя на них, я вижу жизнь, будто дневник читаю. Смотри, здесь все, чем она занималась в июле. Все магазины куда заходила? Цветочный, парикмахерская, кондитерский и даже сапожная мастерская. А вот чек выписанный похоронному бюро. Интересно, кто умер, Майер? А это? Она жила у миссис Модер, но чек выписан за квартиру в шикарном доме в Южном районе, в Стюарт-Сити. Несколько чеков выписано конкретным людям. А нам ой, как не хватает конкретных людей. Принести телефонную книгу? Нет, погоди, взгляни на банковское извещение. Она открыла счет в Сиборд Бэнк оф Америка 5 июля, положив тысячу долларов. И вдруг бац, вносит еще тысячу. А что тут странного? Ну, может быть и ничего, но Коттон обзвонил другие банки города. Оказывается, у нее лежит кругленькая сумма в Хайленд Тресте на Кромвелле Авеню. Не просто кругленькая, Майер. Какая? Под шестьдесят кусков. Что? Ты не ослышался. Причем в течение июля она не сняла там ни цента. Где же она взяла деньги, которые положила в Сиборд? Вклад разовый? Посмотри. Майер взял извещение. Первый внов 5 июля, сказал Карелло. Тысяча долларов. 12 июля еще тысяча, а затем 19 и 27. Майер поднял брови. Четыре куска. Большие бабки. и все в течение месяца. Неполного. Да мне почти год работать надо, чтобы столько получить. Ну, не считая шестидесяти тысяч в другом банке. Как думаешь, где она их взяла? Ну, не знаю. Странно все это. Носит трусики с бельгийскими кружевами, а живет в полуторакомнатной квартирке в ванной. Как это понимать? Два банковских счета. Двадцать пять зеленых на заднице, а за наслежку платит шестьдесят в месяц. Может, она в бегах, Стив? Нет, покачал головой Карелла. Я связался с бюро учета правонарушителей. Дела на нее нет, в розыске не значится. Ну, пока нет ответа из ФБР, но, думаю, он тоже будет отрицательным. А что ты сейчас сказал о ключе? А, да, с ним, слава богу, не сложно. Взгляни на это. Из кучки чеков он выудил желтый листок размером побольше и передал его Майеру. Сиборд Бэнк оф Америка изолайское отделение 5 июля Вашего счета снимается ниже означенная сумма. Просим внести соответствующие изменения в Вашей книге во избежание разночтений. Аренда сейфа номер 375. Выходит, открыв счет, она в тот же день арендовала сейф, так? Так. Что это значит? Хороший вопрос. Слушай, Стив, хочешь сэкономить время? Конечно. Тогда давай сначала заручимся разрешением судьи, а потом уже отправимся в банк. Идет? Управляющему Сиборд Бэнка давно перевалило за 50, и он был лыс. Положившись на теорию, утверждавшую, что люди одного типа испытывают симпатию друг к другу. Корелло предоставил вопросы Майеру. И все же вытянуть ответы из мистера Андерсона оказалось делом непростым, поскольку он по природе был человеком сдержанным. Но следователь Майер был самым терпеливым человеком во всем городе, если не в мире. Терпеливость была приобретенной чертой его характера, ненаследственной. О, разумеется, он наследовал кое-что от своего отца, весельчака Макса Майера, но только нетерпеливость. Уж Макса Майера выдержанным никак назвать было нельзя. Скорее, он был вспыльчивым. Когда жена, например, сообщила ему, что ждет ребенка, Макс взвелся так, что едва не пробил головой потолок. Он очень любил шутки и особенно розыгрыши, слыл чуть ли не самым большим насмешником в Риверхеде. Но такая шутка природы пришлась ему не по вкусу. Он свыкся с мыслью, что жена его давно перешагнула тот возрастной рубеж, когда женщина способна зачать. Стариком себя он пока и в мыслях не видел, но такого рода перемен в жизни и доктора ему не рекомендовали. Смирившись внешне с неизбежным появлением на свет малютки, Макс Майер втайне готовил к его рождению самую главную из своих шуток, от которой его отпрыску потом долгие годы было вообще не до веселья. Младенца он назвал Майером. Смешно, правда? Можно лопнуть со смеху, если только вы сами нечувствительный человек. Евреи по национальности не получили ортодоксального еврейского воспитания и волею судьбы или случая не проживаете в квартале с преимущественно нееврейским населением. Все дети в округе искренне считали, что Майер Майер создан исключительно именно по теху. Если им нужен был повод отлупить его, а обычно детвора обходилась без такового, то этим поводом становилось имя мальчика. «Гори, Майер, Майер, пылай, жидовский фраер!» кричали они, бросались за ним, ловили и нещадно колотили. Майер научился умению владеть собой. Редко бывает, чтобы один подросток или даже взрослый человек мог сразиться с Кодлом, но заговорить нападающих и таким образом избежать избиения нередко удавалось. А порой, если терпеливо ждать, можно, поймав кого-нибудь из обидчиков одного, встретившись глазу на глаз, подраться один на один, не испытывая обидного чувства бессилия перед сворой. Если вдуматься, то шутка Макса Майера была безобидной. Нельзя же отказать человеку справя на удовольствие. Да и жизнь, прожитая в смирении, очищает душу и не оставляет шрамов, по крайней мере на теле. Теперь же друг против друга сидели два абсолютно лысых и выдержанных человека. 54-летний мистер Андерсон, управляющий банком, и 37-летний Майер Майер, следователь второй категории, задававший ему вопросы. А такие огромные вклады не насторожили вас, мистер Андерсон? терпеливо спрашивал он. Нет, отвечал Андерсон. Тысяча долларов не очень крупная сумма. Мистер Андерсон, терпеливо продолжал Майер, вам должно быть известно, что банки в нашем городе обязаны информировать полицию о всех крупных вкладах. Вы не знали об этом? Но. Мисс Дэвис положила на свой счет четыре тысячи долларов в течение трех недель. Вам это не показалось подозрительным? Нет, она внесла их частями. Тысяча долларов небольшие деньги. Ну, для меня, заметил Майер, тысяча долларов огромные деньги. На них можно купить очень и очень много пива. Я не пью пиво, равнодушно ответил Андерсон. Я тоже, сказал Майер. Кроме того, мы ставим полицию в известность о всех крупных вкладах, если только вкладчик не является нашим постоянным клиентом. Эти вклады мне подозрительнее не показались. Благодарю вас, мисс Андерсен. Вот ордер судьи. Мы хотели бы осмотреть арендованный мисс Дэвис сейф. Разрешите взглянуть? Майер протянул ему листок. Андерсен прочитал его и вздохнул. Хорошо, а ключ у вас? Карелла сунул руку в карман, вынул ключ, присланный ему из лаборатории и положил его на стол. Это он? Да, подтвердил Андерсен. Каждый сейф открывается двумя ключами. Один хранится в банке, второй у клиента. Пойдемте. Захватив банковский ключ от сейфа номер 375, он провел следователя в глубину здания. Стены помещения, в которые они попали, были, казалось, облицованы металлом. Ряды блестящих дверок напоминали Карелия морг с холодильными камерами, куда закатываются скрипучие носилки с тропами. Андерсен ставил банковский ключ «Затем проделал ту же операцию с ключом Клодии Дэвис. Вынув из стены длинный узкий ящик, он вручил его Майеру, а Майер отнес его на стойку противоположной стены. «Открывать?» спросил он Карелу. «Валяй!» Майер поднял крышку. В ящике лежали 16 тысяч долларов, а также листок бумаги для заметок. Деньги были разделены на четыре аккуратные пачки. В трех из них было по пять тысяч, в четвертой только тысяча. Карелла взял листок. Кто-то, очевидно, Клодия Дэвис сделал на нем по метке карандашом. Пятого седьмого двадцать тысяч одна тысяча. Двенадцатого седьмого девятнадцать тысяч одна тысяча. Девятнадцатого седьмого восемнадцать тысяч одна тысяча. Двадцать седьмого седьмого семнадцать тысяч одна тысяча. Шестнадцать тысяч. Это говорит вам о чем-нибудь Мистер Андерсон, нет, боюсь, что нет. Хлодия Дэвис пришла сюда 5 июля, имея на руках 20 тысяч долларов наличными. Тысячу она положила, на вновь открытый счет, остальные сюда. Эти даты точно указывают, когда она брала деньги и делала вклады. Девушка знала правила, мистер Андерсон. Она знала, что стоит ей положить сразу 20 тысяч на счет, и вы позвоните в полицию. И нашла выход. Нам, пожалуй, надо переписать номера банкнот, сказал майор. Вы можете поручить это кому-то из своих служащих, мистер Андерсон? Управляющий, казалось, собирался возразить, но взглянув на Кареллу, вздохнул и сказал. Конечно. Конечно, номера им не помогли. Ни у них, ни в списках ФБР эти банкноты в розыске не значились. Стюарт-Сити блестает в волосах изолы драгоценной диадемой. Не будучи в действительности ни городом, ни сити, а лишь кварталом роскошных особняков, выходящих фасадами на реку Дикс, названный в честь члена британской королевской семьи. Он был самым фэффенебельным районом города. Если вы могли похвастаться домашним адресом в Стюарт-Сити, значит, вы могли похвастаться большими доходами, равно как загородным домом на песчаной кофе и Мерседес-Бенсон в подземном гараже. Адрес можно называть с определенной дозой небрежной гордости. Как-никак, а вы принадлежите к элите. Клодия Дэвис выписала чек на 750 долларов фирме Management Enterprise за квартиру в доме номер 13 на Южный Стюарт-Плейс. Подписан чек был 9 июля. Четыре дня спустя, после первого вклада в Сиборд-Бенк. Корелло приехал туда с Коттоном Хоузом. С реки дул прохладный ветерок. Предзакатное солнце испещрило мутные воды Дикса яркими пятнами. Над рекой, соединяя Кампс-Пойнт с Изолой, зависли в ожидании сумерек мосты. «Опустя и солнцезащитный козырек», — сказал Корелло. Хоуз сунул руку в окно и отвернул его вниз. Козырьку, видимый через лобовое стекло снаружи, был прикреплен листок с выполненной от руки надписью. «Полицейский при исполнении обязанностей, 87-й участок». Машина «Шевроле» принадлежала Корелле. «Надо и себе такое написать», — заметил Хоуз. «А то на прошлой неделе какие-то ублюдки оставили на моей квитанцию на штраф. А ты что?» Пошел в суд и заявил о своей невиновности в свой выходной день. «Выкрутился?» «Конечно. Я выезжал на вызов. Плохо уже то, что приходится гонять свою машину, но, святой Петр, чтобы тебя еще и штрафовали...» «А я предпочитаю свою», — сказал Корелло. «Все три нашей машины пора отправлять на свалку». «Две», — поправил Хоуз. «Одна уже месяц стоит в гараже». «Майер на днях побывал там, поинтересовался, как идет ремонт». «И что ему ответили? Готова?» «Нет». «Механик объяснил, что она четвертая на очереди. Как тебе это нравится?» «Прелестно». «А мне до сих пор не оплатили счет за бензин, который я купил за свои деньги». «Ха, забудь о них. Мне не вернули ни цента из тех, что я вылазил из собственного...» «А как поступил Майер?» «Ну, сунул механику пятерку. Может, это ускорит дело». «Знаешь, что надо сделать нашим властям?» «Купить несколько старых такси, заплатить по 200-300 долларов за штуку, перекрасить и передать в участки?» «Среди них еще можно найти машины в приличном состоянии». «Да-да, это мысль», — скептически отозвался Карелло, входя в подъезд дома номер 13. «Миссис Миллер, управляющую...» «Они застали в ее конторке в глубине вести дюля». «Это была сорокалетняя женщина с хорошо сохранившейся фигурой и хриплым голосом. Из собранных в пучок на макушке каштановых с медным отливом волос у нее торчал карандаш». «О, да, конечно, я помню его», — сказала она, рассмотрев фотокопию чека. «Вы знали мисс Дэвис?» «Да, разумеется. Она долго здесь жила». «Сколько?» «Пять лет». «Когда она выехала?» «В конце июня». Миссис Миллер скрестила великолепные ноги и снисходительно улыбнулась. Но они действительно были восхитительны для женщины ее возраста, а улыбка почти лучезарна. А движение ее было по-женски грациозным, тщательно отработанным, расчетливым, наводящим на мысль о доступности этого податливого тела, но в то же время лишенным и намека на непристойность. Казалось, она всю жизнь посвятила изучению женских повадок и искусству завлекать, а теперь легко и непринужденно пользовалась ими. Находиться в обществе этой красотки, видеть и слышать ее, мечтать было приятно. Очарованные ею до ножков ботинок, Карелла и Хоуз расслабились. А этот чек, спросил Карелла, постучал по фотокопии пальцем. За что он был выписан? Квартплата за июнь. Я получила его 10 июня. Клодия регулярно оплачивала квартиру до 10 числа. Проблем с ней никогда не возникало. А ее квартира стоила 750 долларов в месяц? Да. Недорого ли? Не в Стюарт-Сити, мягко возразила миссис Миллер. А у нее была квартира с окнами на реку. Ну, ясно. Я так понимаю, что у миссис Дэвис была хорошо оплачиваемая работа. Нет, нет, она вообще не работала. Но как же в таком случае она могла? Клодия состоятельная женщина. А откуда у нее деньги? Ну, миссис Миллер пожала плечами. Честное слово, вам не кажется, что об этом лучше спросить ее саму? Миссис Миллер, Клодия Дэвис мертва. Что? Она... Что? Нет, нет, женщина покачала головой. Клодия? А чек... Я... Чек пришел в прошлом месяце. Она опять покачала головой. Не может быть. Она мертва, мягко повторил Карелла. Ее задушили. Очарование миссис Миллер на мгновение померкло. Отвращение промелькнуло в глазах веки дрогнули. Казалось, еще миг, и зрачки ее превратятся в блестящие капельки. Отщательно накрашенные губы потрескаются и осыплются. Но некая внутренняя сила тут же взяла вверх. Сила, требующая самообладания, напоминавшая ей, что очаровательная женщина не позволяет себе плакать, размазывая тушь на модно подведенных глазах. — Как жаль! — сказала она тихо, почти шепотом. — Как жаль! Такая приятная девушка! — Вы можете рассказать нам, что знаете о ней? — Да, да, конечно! Она еще раз покачала головой, не в силах до конца поверить ужасному известию. Чудовищно! Чудовищно! Ведь она была так молода! Нам показалось, что ей под тридцать. Мы не ошиблись? Она выглядела моложе. Может быть, потому, что была застенчивой. Такой она и пришла сюда в первый раз. Растерянной. Ну, хотя ее можно было понять. Только что умерли родители. — Откуда она приехала, миссис Миллер? — Из Санта-Моники, в Калифорнии. Карелла кивнул. — Вы начали говорить, вы сказали, что она была состоятельной. Не могли бы вы у нее были акции. — Какие акции? — Ее родители открыли счет ценных бумаг. Когда они умерли, Клодия стала получать с него деньги. Она же была еще ребенком. И жила только на эти дивиденды. Они не маленькие были. К тому же Клодия экономила, зря деньгами не сорила, получив чек, индосировала его и немедленно нанесла в банк. Она была очень рассудительной. — А в какой банк, миссис Миллер? — Хайленд Трест. Недалеко отсюда, на Кромвель-авеню. — Ясно, — сказал Карелла. — Вы не знаете, она встречалась с мужчинами? — Не думаю. — Она вообще была малообщительна. Даже после приезда Джози. — Джози? — подался вперед Карелла. — Кто это? — Джози Томпсон. Джозефина. Ее двоюродная сестра. — А откуда она приехала? — Тоже из Калифорнии. Они обе оттуда. — А как нам ее найти? — Так она... Вы что, не знаете? — О чем, миссис Миллер? — Джози умерла. — В июне. — Я думаю, и Клодия потому переехала. Ей, наверное, невыносимо было жить здесь без Джози. — Ее можно понять. — Все-таки страшновато, правда? — Да, — подтвердил Карелла. В кратком изложении суть разговора с Айрин миссис Джон Миллер в кабинете Management Enterprise по указанному выше адресу по делу об убийстве Клодии Дэвис сводится к следующему. Клодия Дэвис приехала в этот город в июне 1955 года и сняла квартиру стоимостью 750 долларов в месяц по означенному выше адресу. Проживала одна. В обществе друзей, мужчин или женщин ее видели редко. По характеру затворница жила на доходы от доставшихся ей по наследству ценных бумаг. Родители мистер и миссис Картер Дэвис погибли в результате автокатастрофы после лобового столкновения с фургоном на автостраде под Сан-Диего 14 апреля 1955 года. Полицейское управление Лос-Анджелеса подтверждает факт дорожного происшествия. Водитель второго автомобиля осужден. По описанию миссис Миллер погибшая была среднего роста и веса, брюнетка с коротко стриженными волосами, карими глазами, шрамов и родимых пятен не помнит. Описание совпадает с трупом. Далее сообщила, что Клодия Дэвис была спокойной, скромной квартиросъемщицей, жилье и услуги оплачивала в срок, была приветлива мила, открыта, по-детски застенчива, в тратах осмотрительно, окружающим нравилось, но отличалось нелюдимым характером. В апреле или мая 1959 года к погибшей из Брэнтвуда в Калифорнии приехала кузина Джози Компсон. Проверка в бюро учета правонарушителей безрезультатна, досье на нее нет. Ждем информацию из полицейского управления Лос-Анджелеса и ФБР. Судя по описанию, она немного старше Клодии, совсем на нее не похоже ни внешне, ни по темпераменту. «Они были разные, как белая и черная», сказала миссис Миллер, «но ладили между собой прекрасно». Джози поселилась у сестры. Их отношения характеризовались как сердечные, гармонические и дружеские. А девушки мало с кем встречались, всюду всегда были вместе. Создается впечатление, что Джози перенимала затворнические привычки Клодии. Часто выходили вместе из дома. Лето 59-го провели на Черепашьем острове в заливе. На Рождество ездили кататься на лыжах в Солнечную долину, а в марте этого года три недели отдыхали в Кингстоне на Ямайке, возвратившись домой в начале апреля. Источником доходов были дивиденды, положенных в банк ценных бумаг. Владелицей акции Клодия не являлась, но проценты из них принадлежали ей пожизненно. По завещанию, после ее смерти бумаги и дивиденды переходили в собственность Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, альма-матер ее отца. Но как бы то ни было, акции Клодия была очень хорошо обеспечена. Смотри счет в банке Хайленд Трест. И, судя по всему, помогала деньгами Джози, поскольку, по словам миссис Миллер, обе нигде не работали. На вопрос о том, не были ли они лесбиянками, миссис Миллер, человек, сведущий и в таких вещах ориентирующийся, сказала, нет, никто из них такой не был. Третьего июня Джози и Клодия вновь уехали на уикенд. Привратник подтвердил, что помог им уложить чемоданы в багажник машины Клодии. Кадиллак 1960 года выпуска с откидывающимся верхом. Клодия села за руль. В понедельник утром девушки не вернулись, хотя и обещали. Клодия позвонила в среду и сквозь слезы сообщила миссис Миллер, что с Джози случилось несчастье. Она умерла. Миссис Миллер помнит, что спросила, не может ли чем-нибудь помочь. Клодия ответила, нет, все уже сделано. 17 июня миссис Миллер получила письмо от Клодии. Прилагается, почерк совпадает с подписью Клодии. В письме говорилось, что она не может вернуться в свою квартиру после того, что случилось с ее сестрой. Напомнив миссис Миллер, что срок аренды истекает 4 июля, она обещала прислать чек за июнь до 10 числа. Написала, что вещи ее и документы возьмет, частично перевезет к ней, частично примет на хранение компания по оказанию помощи при переездах. Смотри выписанный Клодии чек номер 010 от 14 7 фирмы Allora Brothers. Оплата за упаковку, перевозку и хранение. В доме номер 13 Клодия Дэвис больше не появлялась. Миссис Миллер не видела ее и не слышала о ней до той минуты, как мы сообщили ей об убийстве. дата сообщения 6 августа следователь второй категории Карелла. Вообще-то воскресенье считалось у Кареллы выходным днем, но поскольку дорога к треугольному озеру была чрезвычайно живописной, а дело было в августе, он решил совместить приятное с полезным и посадив рядом Тедди, загрузив в машину пакет с ленчем и литровый термос холодного кофе, напрочь позабыв о Клодии Дэвис, направил автомобиль в горы. Карелла давно уже подметил, что с женой он легко забывал почти обо всем на свете. Для него Тедди, а мнение Кареллы подтверждалось на каждом углу восхищенными присвистами, была просто самой красивой женщиной в мире. Он никак не мог понять, как ему волосатому, некрасивому, глупому, неуклюжему копу удалось увлечь такую красотку, как Теодора Франклин. Но ведь увлек же, и теперь, сидя рядом, поглядывал на нее, возбуждаясь, как всегда, от одного только ее присутствия. Черные волосы Теодоры, и без того всегда взлохмаченные, сейчас, казалось, переняли буйство ветра, обдувавшего овальное лицо, карые глаза прищурились. Она была в белой блузке, округлившейся на высокой груди, черных зауженных брючках, подчеркивавших широкие бедра и стройные ноги. Сбросив сандалии, она подняла колени к груди, поставив ступни на переднюю панель. В ней гармонично сочетались дикарь и мудрец. Никогда невозможно было предугадать, как поступит она в следующий момент, поцелует или поколотит. И благодаря этой неопределенности Тедди всегда оставалась для него загадочной и желанной. Тедди тоже смотрела на мужа, на его руки с крупными суставами, лежавшие на рулевом колесе. Она смотрела на него не только потому, что это доставляло ей удовольствие, но и потому, что он говорил. А поскольку она не могла его слышать, будучи глухой от рождения, то должна была видеть его губы. Он же говорил с ней вовсе не о последнем деле. Тедди уже знала, что один из чеков был выписан Клодией Дэвис в похоронному бюро Фантера в городке Трайангл-Лейк, и Стив хотел лично побеседовать с управляющим. Более того, она знала, что это очень важно, иначе Стив не стал бы тратить выходной на эту поездку. Но он обещал совместить дело с отдыхом. Дорога была приятной частью поездки, и из уважения к жене и собственному слову говорить о деле он воздерживался, хотя мысли о нем не покидали его ни на минуту. Вместо этого Стив говорил о живописных местах, о том, как растут их близнецы, как прекрасно сегодня выглядит Тедди, что ей лучше застегнуть верхнюю пуговицу на блузке, пока они в машине. Но ни словом не обмолвился о Клодии Дэвис, пока они не оказались в похоронном бюро фанчера, где встретил человек с печальными глазами, назвавшийся Бартоном Шкоузом. Высокий и тощий Шкоуз был одет в черный костюм, который не снимал, наверное, со времени собственной конфирмации в году этак в 1912. Выглядел он таким типичным мелким провинциальным предпринимателем, что Карелло едва не расхохоталось, хотя место, куда они прибыли, к веселью не располагало. Здесь странно пахло в этом помещении среди ковров, обоев, люстры, канделябров, и лишь со временем Карелло понял, что это запах формальдегида. В голове его непроизвольно возникли соответствующие ассоциации, и, как ни странно, для человека столь часто глядевшего смерти в глаза, он ощутил тошноту. «Мисс Дэвис выписала вам 15 июля чек», сказал Карелло. «Не могли бы вы уточнить, за что именно?» «Конечно, могу», ответил Сколл. «Долго мне его ждать пришлось. Авансом она внесла только 25 долларов, хотя обычно я беру 50». «Знаете, сколько раз меня надували? Что вы имеете в виду? Ну, случается, похоронишь кого-нибудь, а потом не получаешь за это ни сента. Дело у меня невеселое, сами понимаете. Сколько раз я уже организовывал похороны, и службу заказывал, и кладбище, и все прочее, а потом мне не платили. Так легко и веру в людей потерять. Но мисс Дэвис все же заплатила вам? Да, конечно, но заставила попотеть. Тем более, что она не местная, а хоронила здесь одна, больше никто не пришел. Сидела в часовне, глаз покойницы не сводила, будто ее кто выкрасть собирался. Только двое их там и было. Она да покойница. Скажу вам, мистер Карелла, я правильно вас назвал? Так у меня сказала. Страшно это было. Два дня ее сестра лежала в гробу. А потом вдруг мисс Дэвис попросила похоронить ее здесь же, на нашем кладбище. Ну, я все сделал, что полагается, и все за 25 долларов, которые она мне дала. Доверился я ей, мистер Карелла. Рискнул и доверился. А когда это случилось? Девушка утонула в первую неделю июня. Нечего ей, кстати, делать было на озере так рано. Вода в июне еще ледяная, не прогревается до конца следующего месяца. Она выпала из лодки и то ли застыла, то ли судорога ее свело. Ну, в общем, пошла ко дну. Скоус покачал головой. Нечего было на озере делать. Рано еще было. Вы видели свидетельство о смерти? Да, доктор Данелли его выписал. Причина смерти утопления. Вопросов нет. И дознание было. Во вторник, после того, как она утонула, несчастный случай. Вы сказали, что она каталась на лодке. Одна? Да. Мисс Дэвис осталась на берегу, а когда сестра упала за борт, бросилась в воду и поплыла к ней, но не успела. Поверьте, вода в озере очень холодная. Даже сейчас, хотя на дворе август. Но мисс Дэвис это не остановила. О, она, наверное, хорошая плавчиха. По опыту знаю, что красивые девушки обычно и сильные тоже. Об заклад бьюсь, что ваша жена сильная женщина, потому что бесспорно красивая. Скоун улыбнулся и Тедди улыбнулась, сжав руку мужа. Вернемся к оплате, продолжил Стил. Как вы думаете, почему она так долго не высылала чек? Представления не имею. я дважды писал ей. В первый раз просто подружески напомнил. Второе письмо было посерьезнее. Его составил знакомый адвокат на своем бланке. Такие вещи всегда производят впечатление. Ответа не получил ни на одно из них. И вдруг пришел чек на всю сумму. удивляюсь. Может в себя долго прийти не могла после смерти сестры. А может всегда не спешит выплачивать долги. Но мне-то что, я рад, что чек получил. Да, знаете, порой живые доставляют куда больше хлопот, чем мертвые. После разговора со Сколозом они прошли к озеру. И там на берегу устроили пикник. Карелла был на удивление молчалив. Тедди болтала босыми ногами в воде. Вода, как и предупреждал Сколоз, была холодная, несмотря на августовскую жару. По дороге от озера Карелла спросил. Дорогая, ты не возражаешь, если я сделаю по пути еще одну остановку? Тедди вопросительно подняла брови. Я хочу поговорить с местным начальником полиции. Тедди нахмурилась. В глазах ее был вопрос, и он немедленно ответил на него. Хочу уточнить, были ли свидетели ее смерти. Я имею в виду, кроме Клодии Дэвис. По рассказу Сколоза можно понять, что озеро в июне было пустынно. Начальник полиции оказался толстяком коротышкой, носившим обувь огромного размера. В течение всего разговора с Кареллой он демонстрировал ее, положив ноги на стол. Глядя на него, Карелла думал, почему, черт побери, в этом проклятом городишке все так походили на героев кинофильмов компании МГМ. За спиной начальника стояли в ряд карабины. Справа от них на доске объявлений красовались листки с фотографиями преступников и надписями розыск. А носок левого ботинка начальника был дырявым. Да, сказал он, свидетель был. Карелла был разочарован. Кто? Парень один удил рыбу и все видел. Дал показания на следствие. А что он сказал? Сказал, что видел, как Джози Томпсон взяла лодку. Клодия Дэвис осталась на берегу. Джози упала за борт и камнем пошла ко дну. А мисс Дэвис бросилась ее спасать, но не успела. Так он рассказал. Это все? Он отвез мисс Дэвис в город на ее машине. Кадиллаке с откидным верхом, кажется. Она говорить не могла, рыбала, бормотала что-то, ломала руки. Так что историю эту мы от него услышали. Клодия Дэвис только на другой день очухалась немного. А когда коронер проводил следствие? Во вторник. За один до похорон. Вскрыли труп в понедельник по согласованию с мисс Дэвис. По закону 2213 ближайший родственник, на которого возлагаются обязанности по похоронам, может дать разрешение на вскрытие с целью установления причины смерти. А коронер объявил смерть через утопление? Да. А зачем проводилось дознание? У вас возникли подозрения? Ну, я бы так не сказал. Просто малый этот, ну, что ловил рыбу, тоже приехал из города. Не исключено, что он и мисс Дэвис могли сговориться. столкнуть сестрицу за борт, а потом сочинить для нас эту песню. И как, по-вашему, врали они? Трудно сказать. Когда рыбак привел мисс Дэвис, она натурально убита горем была. Ну, чтобы сыграть такое, великой актрисой надо быть. На следующий день успокоилась, но видели бы вы ее в день трагедии, а наследствие выяснилось, что раньше она с этим парнем никогда не встречалась. Он тоже убедил присяжных, что прежде никого из девушек не знал. Ну, и меня, кстати, убедил. А как его фамилия, спросил Карелла? Рыбака. Кортной. Как вы сказали? Кортной. Сидни Кортной. Кортной неожиданно поднялся. Благодарю вас. Пошли, Тедди, мне надо в город. Кортной жил в дощатом домике на одну семью в Риверхеде. Ранним утром, в понедельник, когда Карелла и Майер приехали к нему, он, отомкнув замок, начал поднимать ворота гаража. Услышав шум мотора, Кортной удивленно обернулся. Ворота так и зависли на полпути вверх. Карелла вышел из машины. Мистер Кортной? Да. Он озадаченно, как любой человек, которому по фамилии обращается незнакомец, уставился на Кареллу. Парню было под пятьдесят. Он был в кепке, не красящей его спортивной куртки и черных фланелевых штанах. Это в августе-то. Волосы его посидели на висках, а вид был усталый. Очень усталый для семи часов утра. У ног его стояла коробка с ленчем, а в гараже следователи увидели форт. Мы из полиции, сказал Карелла. Позволите задать вам несколько вопросов? Хотел бы сначала взглянуть на ваш жетон, ответил Кортной. Карелла показал его. Кортной кивнул с видом человека, исполнившего гражданский долг. Я слушаю, только тороплюсь на работу. Это опять по разрешению на строительство? Какое строительство? на расширение гаража. Решил купить сыну драндулет. Не хочу, чтобы он торчал на улице. Сколько времени потерял, чтобы получить эту чертову бумажку. И всего-то мне надо расширить его на двенадцать футов. Можно подумать, что я собираюсь тут многоэтажку поставить или парк разбить. Так вы по этому поводу? «Кто это Сид?» послышался женский голос из дома. «Успокойся!» раздраженно откликнулся Кортной. «Пустяки!» он взглянул на Кареллу. «Моя жена!» «Вы женаты?» «Да». «Тогда вам все понятно», загадочно произнес хозяин. «Так о чем вы хотели спросить?» «Вы когда-нибудь видели его?» спросил Карелла, протягивая копию чека, выписанного на его имя. Кортной мельком взглянул на него и сразу вернул. «Конечно!» «А что это значит? Можете объяснить?» «Что объяснить?» «Объяснить, почему Клодия Дэвид послала вам чек на сто двадцать долларов?» «В качестве компенсации». «Ах, вот как!» — вмешался Майер. «В качестве компенсации, мистер Кортной? За что? За небылицы?» «А вы о чем?» «В компенсации за что, мистер Кортной?» «За то, что я пропустил три рабочих дня. А вы, черт возьми, за что думали?» «Так ли?» «Нет, а вы что думаете?» расцвирепел Кортной и погрозил Майеру пальцем. «Вы что думаете?» «Мол, откупилось за что-то?» «Вы так подумали?» мистер Кортной «Я потерял три рабочих дня из-за того идиотского следствия. Мне пришлось проторчать в Трайангл-Лейке понедельник, вторник и еще среду в ожидании решения присяжных. Я каменщик, зарабатываю по пять зеленых в час. Я потерял три рабочих дня, по восемь часов каждый. Поэтому мисс Дэвис о доброте душевной прислала мне чек на сто двадцать долларов. А у вас что на уме? Не будете ли так любезно сказать мне, черт побери? Вы знали мисс Дэвис до встречи на Треугольном озере? Жизнь я никогда не видел. Да в чем дело в конце концов? Вы что, суд мне здесь устроили, что ли? Сидни. Вновь послышалось из дома. Что случилось? Ничего, помолчи, Бэт. В дощатом домике обиженно замолчали. Кортной что-то пробормотал себе под нос и снова обратил покрасневшее лицо к полицейским. У вас все? Не совсем. Мы хотели бы услышать от вас, что вы делали в тот день на озере. Зачем? Возьмите протокол дознания и прочитайте, если интересуетесь. Мне пора на работу. Она может подождать. Еще чего? Мистер Кортной, нам не хочется ехать в центр за ордером на ваш арест. Арест? За что? Послушайте, в чем я? Сидни. Сидни? Позвонить в полицию? крикнула женщина из дома. Да заткнись ты, черт, возьми! ряфнул Кортной и пробормотал. Позвонить в полицию. Тут и так одни полицейские, а ей все мало. Чего вы от меня хотите? Я честный каменщик. Я видел, как утонула девушка. Как видел, так и рассказал на дознании. Это что, преступление? Чего вы ко мне привязались? Просто расскажите еще раз, как видели? Она была в лодке, вздохнул начал Кортной. Я удил рыбу. Ее сестра была на берегу. Она упала за борт. Джози Томпсон. Да, Джози Томпсон. В лодке она была одна? Да, в лодке она была одна. Продолжайте. Другая, мисс Дэвид, закричала, бросилась в воду и поплыла к ней. Он покачал голову. Но опоздала, лодка была далеко. Когда она доплыла, озеро уже успокоилось. Она нырнула, раз нырнула, другой. Но было поздно, слишком поздно. А когда она плыла обратно, я испугался, что и это утонет. В какой-то миг она скрылась под водой долго не показывалась. Я подумал, конец, но потом разглядел желтое пятно. Она всплыла, и я успокоился. А почему вы сами не бросились на помощь? Я не умею плавать. Понятно. А что было дальше? Она, мисс Дэвид, вышла на берег, страшно устала и забилась в истерике. Я попытался успокоить ее, но она все рыдала, скрикивала и не могла прийти в себя. Я подвел ее к машине и спросил ключ, но она сначала не поняла, чего мне надо. Ключ, говорю, она уставилась и смотрит. Когда я крикнул ключ от машины, ключ, в конце концов она раскрыла кошелек и дала его мне. Продолжайте. Я отвез ее в городок. Я же и в полиции все рассказал, она ни слова вымолвить не могла, все рыдала. Смотреть на нее страшно было. Я женщин в таком состоянии еще никогда не видел. В тот день она двух слов связать не могла. Потом отошла немного, назвала себя, рассказала, что им уже было известно от меня и сообщила, что утонула ее двоюродная сестра Джози Томпсон. Озеро протралили и утопленницу достали. Ужас. Ужас. Такая молодая и такая судьба. Во что была одета утопшая? Платье из хлопка, мягкие туфли или сандалии. тонкий свитерок сверху, кардиган. Украшения? По-моему не было. Нет, не было. Сумочка или кошелек? Нет. Оба их кошелька лежали в машине. А во что была одета мисс Дэвис? Когда? В первый день? Или когда искали ее сестру? Она тоже при этом присутствовала? Конечно, она опознала труп. Я хотел уточнить, во что она была одета в день трагедии. Юбку и блузку, кажется, с ленточкой в волосах, в шлепанцах. Точно не помню. Блузка какого цвета? Желтая? Нет, синяя. Вы сказали желтая. Нет, синяя. Но я не говорил желтая. Карелла нахмурился. Мне показалось, что раньше вы сказали желтая. Он пожал плечами. Ну, хорошо ж, что произошло после следствия? Ничего особенного. Мисс Дэвис поблагодарила меня за помощь и пообещала прислать чек за пропущенные рабочие дни. Ну, я было отказался, а потом подумал, какого черта? Я вкалываю, а деньги на деревьях не растут. И назвал свой адрес. Ну, подумал, что ей это будет не в тягость, если она разъезжает на Кадиллаке и может нанять человека, чтобы он отвез ее домой. А почему она не поехала сама? Не знаю. Ну, по-моему, она еще не пришла в себя. Послушайте, все это было страшно. У вас когда-нибудь на глазах погибал человек? Да, сказал Карелла. Сидни, скажи им, пусть убираются с дороги, крикнула из дома жена Кортноя. Слышали? Просил Камесик и открыл гараж. Понедельник день тяжелый, но его никто не любит. Утро понедельника придумано для незавершенных дел. Это не начало новой недели, а окончание предыдущей. Никто его не любит, и для этой неприязни ему вовсе не обязательно быть дождливым хмурым или тостливым. Оно может быть даже ярким и солнечным августовским утром. Оно может начаться неприятным разговором у порога чужого дома в семь часов, а к половине десятого испортит настроение в конец. Понедельник есть понедельник, и его не исправить никаким законодательством. Понедельник гадкий день. К половине десятого в то утро у следователя Стива Кареллы голова шла кругом. Как всякий нормальный человек, он винил во всем понедельник. Возвратившись в участок, он уселся за чеки, выписанные Клодией в течение июля. 25 штук. И в них Карелла пытался найти ключ к загадочному убийству. он изучал их со скрупулезностью корректора типографии. Кое-что из них уже становилось ясным, но ничего существенного разглядеть пока не удалось. Он вспомнил собственные слова, глядя в них, я вижу жизнь, будто дневник читаю. И подумал, что банальность, обыденность этого дневника, буден опубликован, вряд ли позволила бы ему подняться в списках бестселлеров. В большинстве своем чеки были выписаны магазином. Клодия, оставаясь верной своему полу, имела склонность делать покупки и обладала подходящим для этого занятия кошельком. Перечень магазинов, которые она посетила, свидетельствовала о большом разнообразии ее вкусов и интересов. Судя по корешкам, только в июле она приобрела три пеньюара, две нижние юбки, пальто, наручные часы, четыре пары разного цвета брючек, две пары туфель, темные солнцезащитные очки, два купальных костюма, восемь платьев, две юбки, два кашемировых свитера, полдюжины популярных романов, большую упаковку аспирина, шесть сумок и чемоданов и четыре коробки бумажных салфеток. Самой дорогой покупкой было вечернее платье за пятьсот долларов. И такие чеки составляли большинство. Кроме того, были там чеки, выписанные в парикмахерской, цветочному и кондитерскому магазинам, сапожной мастерской, а также три непонятных чека, два из которых предназначались мужчинам, один женщине. Первый был выписан Джорджу Бадеку, второй был выписан Дэвиду Облински, третий был выписан Марте Фелдлсон. Кто-то из следователей раскрыл телефонный справочник и нашел адреса двоих из этой тройки. Адрес третьего Облински в справочнике указан не был, но после получасовых препирательств с руководством телефонной компании был получен и он. Теперь листок с адресами лежал перед Кареллой вместе с оплаченными чеками, и надо было заняться проверкой этих имен, но его беспокоила другая мысль. «Почему Кортной солгал мне и Майеру?» спросил он Хоуза. «Ну, почему соврал в такой мелочи, как одежда Клодии Дэвис в тот день?» А как он соврал? Сначала сказал, что Клодия была в желтом, что увидел желтое пятно, всплывшее из-под воды, а затем заявил, что на ней была синяя блузка. «Почему?» «Коттон». «Не знаю». «А если он солгал в этом, значит, мог лгать и в остальном?» «Разве не могли они вместе с Клодией прикончить Джози?» «Не знаю». «Откуда появились 20 тысяч долларов, Коттон?» «А может, это дивиденды с акцией?» «Может быть». «Тогда почему она просто не положила чек на свой счет?» «Деньги были наличные, Коттон?» «Наличные?» «Где она их взяла?» «Сумма-то немаленькая». «Двадцать кусков в придорожной канаве не валяются». «Не валяются». «А я знаю, где можно получить 20 тысяч наличными, Коттон». «Где?» «В страховой компании, когда кто-то умрет». Карелло решительно кивнул. «Так, надо будет кое-куда позвонить». «Ведь должны же были эти чертовы деньги откуда-то взяться». Удачным оказался шестой звонок. Ответил Карелле Джереман Додд, представитель Security Insurance Corporation. Имя Джози Томпсон он вспомнил сразу. «О да, страховку мы выплатили в июле». «А кто обратился за ней, мистер Додд?» «Ну, кому она отписана, разумеется». «Одну минуточку, я возьму папку. Не кладите трубку, пожалуйста». Карелло нетерпеливо ждал. На другом конце провода он слышал голоса, но слов не разбирал. Ихикнул женский голосок. И Стив подумал, кто это и кого целует заводо-охладителем. Наконец он вновь услышал Додда. «Здесь она, Джозефина Томпсон. Страховку получила Клодия Дэвис». «Ага, а вот еще». «Что еще?» «Девушки застрахованы взаимно». «Что это значит?» «Они двоюродные сестры, обе застраховали жизнь. Одна в пользу мисс Дэвис, вторая в пользу Томпсон». «Очень интересно». «На крупную сумму?» «Нет, очень маленькую». «Какую?» «По моему на двенадцать с половиной тысяч. Секундочку, проверю». «Да-да, именно так». И мисс Дэвис обратилась за страховкой после смерти сестры. Так? «Да». Вот, Джозефина Томпсон утонула в треугольном озере четвертого июня. Клодия Дэвис прислала страховой компании Полис свидетельство о смерти и решение суда. И вы выплатили ей деньги. Требование было законным. Вы посылали кого-нибудь в Трайангл Лейк на проверку? «Да, но это была обыкновенная формальность. Нам вполне достаточно решения суда». «Какого числа вы выплатили страховку?» «Первого июля». «Вы послали ей чек на двенадцать с половиной тысяч?» «Нет, сэр». «Вы же сказали». «Она была застрахована на двенадцать с половиной тысяч. Все верно. Но в полисе было особое условие. И поскольку смерть наступила в результате несчастного случая, нам пришлось удвоить сумму. Первого июля мы отослали мисс Клодии Дэвис чек на двадцать пять тысяч долларов. В работе полиции секретов нет. Ничто не укладывается в заранее составленную схему. Завязкой дела обычно становится появление трупа. Но никакого драматического развития событий за тем, как правило, не следует. Это не кино. В жизни действуют обыкновенные люди, возникают запутанные мотивы, мелкие непонятные детали, совпадения, неожиданности. В сочетании они дают некоторую последовательность событий. Но секрета как такового в полицейской работе нет. И никогда не было. Есть только жизнь. Иногда смерть. Но не по учебнику. Полицейские не любят детективные истории, полные тайн, поскольку в них много такого, чего они не видят в своей работе, порой рутинной, порой яркой, а иногда просто нудной. Хорошо, конечно, приятно и удобно, когда все детали дела прочно укладываются на свое место. Интересно представлять сыщиков крупными математиками, решающими алгебраические уравнения, где постоянными смерть и жертва, а неизвестными убийцам. Но большинство следователей заходит в тупик, складывая вычеты из своей зарплаты, выдаваемой дважды в месяц. Никто не спорит, мир полон волшебников, но ни один из них не работает в полиции. В деле Клодии Дэвис было одно математическое недоразумение. Не хватало пяти тысяч долларов. Первого июля ей послали двадцать пять тысяч. Очевидно, получив чек, дня три спустя, она где-то обратила их в наличные, отнесла в Сиборд Бэнк оф Америка, открыла новый счет и арендовала сейф. Но в банк она пришла с двадцатью тысячами, а чек был на двадцать пять тысяч. Так где же еще пять? И кто выдал ей наличные? Дод объяснил Карелле довольно запутанную систему выплаты страховок. Оплаченный чек несколько дней до погашения полиса хранился в одной из местных контор. Затем его отправляли в головное отделение компании в Чикаго, где он лежал порой до нескольких недель. После этого его отсылали в ревизионное управление фирмы в Сан-Франциско. Дод полагал, что чек уже отослан в Калифорнию и обещал принять меры к его розыску. Карелло убедительно попросил его поторопиться, ведь кто-то же выдал по нему деньги Клодии Дэвиса и, вероятно, оставил у себя пятую часть стоимости. Поскольку девушка не отнесла чек в Сиборд-бэнк, ей, очевидно, необходимо было что-то скрыть. Возможно, она хотела избежать вопросов о страховой компании, страховых полисах, особых условиях, несчастных случаях или, скорее всего, о своей двоюродной сестре Джози. Чек был самый, что ни на есть подлинный, и, тем не менее, она предпочла прежде получить по нему наличные, а лишь потом открыть счет. Почему? И зачем ей было вообще открывать новый счет, если у нее уже был один, действующий в другом банке? В полицейской работе много почему и зачем, но вопросы совсем не означают наличие некой тайны. Они означают, что полицейским необходимо приложить дополнительное усилие, а работу никто не любит. Само собой разумеется, что и сыщики 87-го участка предпочитали просиживать штаны и в спокойной обстановке потягивать джинс тоником, но возникали почему. Они поднимались, надевали шляпы, брали оружие и отправлялись искать потому. Коттон Холл опрашивал всех жильцов дома, в котором убили Клодию Дэвис. Но у каждого из них было крепкое алиби, крепче сжатого кулака арабского конюшева. В докладной лейтенанту Хоуз написал, что, по его мнению, никто из квартирантов к смерти мисс Дэвис не виновен. Майер-Майер нажал на стукачей, а в их районе, как, собственно, и во всем городе было немало барыг, менявших награбленное на наличное за комиссионное. Не один из них оплатил чек Клодии, оставив себе пять тысяч. Этим вопросом Майер и озадачил своих осведомителей. Но они возвратились не с тем. Лейтенант Сэм Гроссман еще раз привел своих спецов на квартиру убитой. Они обшарили ее раз и другой и третий. А в результате Сэм сообщил, что на двери у девушки был установлен самозапирающийся замок, и убийце не было нужды фокусничать с дверью и ключом. Уходя, он просто захлопнул ее. Еще Гроссман добавил, что в ночь убийства в кровати мисс Дэвис очевидно, никто не спал. у кресла в другой комнате стояли туфли, а на его подлокотнике лежала обложка вверх открытая книга. Он предположил, что Клодия задремала, читая роман. Потом проснулась, прошла в спальню, где встретила убийцу и смерть. Кто мог быть этим убийцей, он сказать не мог. Карелия было жарко, он был раздражен и перегружен. Ему не хватало времени. Жизнь в районе не замерла, в участок поступали сообщения об ограблениях, случаях хулиганства, поножовщине, разбоя, детских потасовках, сбитыми для бейсбола, возникающих лишь по той причине, что кому-то не понравилось, как другой произнес слово сеньор. Чем же еще заниматься в долгие летние каникулы? Озвонили телефоны, стучали машинки, печатали в трех экземплярах докладные, в нескончаемой чередой шли горожане с жалобами на других горожан, и дело Клодии Дэвис постепенно отходило на задний план, оставаясь в то же время не утихающей зубной болью. Карелло подумал, а что это значит быть сапожником и занялся проверкой чеков, выписанных Джорджу Бадыку, Дэвиду Облински и Марти Селделсон. К счастью для него, Берт Клинк не имел никакого отношения к делу Клодии Дэвис. Он даже не говорил о нем со своими коллегами. Клинк был молодым следователем, а происшествия в их районе случалось столько, что их хватило бы на все 48 часов работы в сутки, и потому он старался не совать нос в чужие дела. Ему и своих забот хватало. Одной из таких забот печали был парад. В среду утром имя Клинка появилось в списках тех, кому следовало отправиться в центр. Парад проводился в спортивном зале главного полицейского управления на Хай-стрит четыре дня в неделю, с понедельника по четверг, и целью его был показ преступников городским детективам, а исходили его устроители из убеждения, что преступление профессия, злодей всегда будет злодеем, а противника надо хорошо знать в лицо, особенно при встрече с ним на улице. Своевременное опознание уголовников помогло раскрыть множество преступлений, а в отдельных случаях спасло жизнь полицейским. Так что парад был полезным изобретением, хотя это вовсе не значило, что детективам поездки в центр были по душе. Каждому из них приходилось бывать на парадах раз в две недели, и зачастую дежурный день выпадал на выходной. Кому понравится в свободный день глазеть на преступников. В среду утром парад проходил по заведенной схеме. Следователи расселись в зале на раскладных стульях, начальник уголовного розыска устроился позади них на подиуме. Зеленый занавес поднят, цена освещена, и один за другим по ней прошли арестованные накануне правонарушители. Шеф зачитывал обвинения и вел допросы. Сценарий был прост. Когда выводили очередного преступника, арестовавший его полицейский в форме или гражданке, поднимался к начальнику на подиум и тут зачитывал имя уголовника, район, в котором он попался и номер. Например, Джон, Джон, Риверхед, три. Три означало, что в Риверхеде это было третье задержание в тот день. В параде участвовали только уголовники, совершившие тяжкие преступления, поэтому их список был не особенно велик. Назвав номер, начальник оглашал состав преступления, завершая его словами с заявлением или без заявления. Сообщая таким образом, дали задержанные при аресте какие-нибудь показания или нет. Если заявление было, шеф ограничивался несколькими вопросами общего характера, дабы арестант не сказал чего-нибудь такого, что противоречило бы его первоначальному заявлению и могло быть использовано против него в суде. Если же показаний не было, шеф отключал тормоза. Обычно под рукой у него имелись все документы против стоявшего перед ним в слепящем свете человека. И только умный преступник понимал цель этого шоу и знал, что не обязан отвечать на треклятые вопросы. Тем более, что в результате такого интервью ему светил долгий срок в комнате с одним окном в здании вверх по реке. парад навел на Клинга смертельную тоску. Как всегда, он словно в сотый раз смотрел одну и ту же постановку. Время от времени она прерывалась отдельными хорошими номерами, но в остальном все это были перепевы старой песни. Когда на сцене появился восьмой арестант и шеф подверг его принудительному допросу, Клинг начал клевать носом. Сидевший рядом следователь легонько толкнул его в бок. Рейнольдс Ралф зачитал начальник. Изола четыре пойман во время ограбления квартиры на третьей северной без заявления. Что скажешь на это, Ралф? На что? Часто этим занимаешься? Чем этим? Воровство. Я не вор. Засчитаем документ. Арестован в 1948 году за кражу со взломом. Свидетельница изменила показания, заявив, что обозналась. Вновь арестован за кражу со взломом с отягчающими обстоятельствами в 1952 осужден на 10 лет с отбыванием в тюрьме Каслвилл. Освобожден условно за примерное поведение. Так что, Ралф, опять за свое принялся? Никак нет. После освобождения завязал. А чем же ты занимался в полночь в этой квартире? Да просто выпил немного и перепутал дом. Что значит перепутал дом? Думал, что пришел к себе. А где ты живешь, Ралф? На э ну так где же? Ну на пятой южной. А взяли тебя на третьей северной. Надо быть пьяным в стельку, чтобы так далеко забраться? Да, наверное, я был сильно пьян. Хозяйка заявила, что ты ударил ее, когда она проснулась. Это правда? Нет. Нет, я не бил ее. А она говорит, ударил. Неправда. А доктор подтверждает, что ей нанесли удар в челюсть. Что скажешь на это? Ну, может быть. Тогда или нет? Ну, возможно, когда она закричала, я разозлился. Ну, в общем, я думал, что пришел домой. Вот. Ралф, ты пытался обобрать ту квартиру и был пойман на месте преступления. Может, скажешь нам правду? Да нет, я попал туда по ошибке. А как ты вошел? Ну, дверь была не заперта. Это в полночь-то? Ага. А может, ты открыл замок отмычкой? Нет. Ну, нет. Ну, зачем же? Ну, я думал, что это моя квартира. А для чего тебе понадобились воровские инструменты? Мне? Это не воровские инструменты. А что же? У тебя с собой были стеклорез, ломик, пробойник, дрель, сверла, три пластмассовых пластинки и восемь отмычек. По-моему, типичный воровской набор. Нет. Я плотник. Плотник, плотник, это точно. Мы произвели обыск в твоей квартире, Ралфи, и нашли там кое-что интересное. У тебя всегда хранятся дома шестнадцать наручных часов, четыре пишущие машинки, двенадцать браслетов, восемь колец, норковые палантины и три серебряных столовых набора? Да. Я коллекционер. Чужого добра. Мы обнаружили также четыреста долларов в шае на пять тысяч долларов французских франков. Откуда эти деньги, Ралф? Какие? Ну, любые, о которых ты пожелаешь нам рассказать. Ну, доллары я... я выиграл в трек. А те... один француз должен был мне золото, а отдал деньгами, франками. Вот и все. Мы уже сопоставляем найденные у тебя вещи со списком похищенных, Ралф. Ну и сопоставляйте, вдруг разозлился тот. От меня-то чего вы хотите? Отрабатывайте свой хлеб. Никто вам его на блюдечке не принесет. Ишь, чего захотели? Мне больше нечего вам сказать. Увидите его, распорядился начальник уголовного розыска. Следующий. Блейк Дональд. Тэтон, два. Без заявления. Клинк поудобнее устроился на стуле и опять задремал. Чек номер 018 был выписан Джорджу Бабику всего на 5 долларов. Корелло не придал ему большого значения, но поскольку он оставался одним из необъясненных, решил проверить его. Бабик, как оказалось, был фотографом. Его ателье располагалось прямо напротив здания окружного суда. Судя по объявлению в витрине, здесь изготавливались фотографии на водительские права, охотничьи билеты, паспорта, лицензии таксистов, разрешения на хранение и ношение оружия и тому подобное. Ателье было тесное. Бабик, крупный мужчина с густой черной, растрепанной, пропахшей проявителем шевелюрой, похож был в нем на жука в ловушке для муравьев. — Да разве запомнишь, — ответил он на вопрос Кореллы. — Ко мне тут миллионы людей ежедневно приходят. Платят наличными, платят чеками. Уроды, красавицы, худые, толстые. На моих снимках все одинаково выходят. Словно я снимаю их для вас. — Вы видели эти протокольные рожи? — Образины. — Так что разве запомнишь? — Как вы ее назвали? — Ах да, Клодия Дэвис. — Одно ли то из тысяч, больше ничего. — Еще одна уродина. — А зачем она вам? — Чек фальшивый. — Нет, чек в порядке. — А чего же вам надо? — Ничего, — сказал Корелла. — Извините. Он вздохнул и вышел на улицу. Готическое здание окружного суда было белым под ярким августовским солнцем. Корелла вытер лоб платком и подумал о словах фотографа. — Одно лицо из тысяч, больше ничего. Еще раз вздохнул, он пересек улицу и вошел в здание суда. Там, под высокими сводчатыми потолками, было прохладно. Прочитав указатель, Корелла прошел вначале в отдел автотранспортных средств и спросил служащего, не обрещалась ли к ним за документом, требующим фотографии, некая мисс Клодия Дэвис. — Фотографии требуются только для водительских прав, — ответил Клэрк. — Будьте любезны, проверьте, — попросил Корелла. — А сейчас вы приседьте, пока на это потребуется какое-то время. Корелла сел. В помещении было прохладно, как в октябре. Он посмотрел на часы. Время приближалось ко второму завтраку. Ему уже хотелось есть. Клэрк вернулся и кивнул ему. — Клодия Дэвис у нас зарегистрирована, — сообщил он. — Но права она получила давно и за новыми не обращалась. — Какие права? — Любительские. — По какое время они действительны? — По сентябрь будущего года. — Она вообще к вам летом не обращалась? — Нет. — Извините. — Не за что. Благодарю. Выйдя в коридор, Корелла миновал отдел найма, поскольку сомневался, чтобы Клодия Дэвис пожелала приобрести такси и поднялся на следующий этаж. Служащая отдела регистрации оружия оказалась женщиной чрезвычайно любезной и расторопной. Порывшись в картотеках, она сообщила, что Клодия Дэвис к ним не обращалась. В коридоре он почувствовал, что ужасно проголодался, в животе начинало урчать. Подумав минуту, как ему поступить, сходить перекусить или вначале довести дело до конца, он выбрал последнее. За стойкой паспортного стола сидел тощий старик с зеленым пластмассовым козырьком от солнца на лбу. Карелло задал ему свой вопрос. Старик отошел, порылся в картотеке и, крестя, вернулся к окошку. «Правильно», — сказал он. «Что правильно?» «Обращалась Клодия Дэвис за паспортом». «Когда?» Старик посмотрел в бумажку, которую держал в трясущихся руках. «Двадцатого июля. Вы выдали его?» «Мы приняли документы, а паспорт выдаем не мы. Бумаги отправлены в Вашингтон». «Но документы вы приняли?» «Конечно». «А почему не принять?» «Там было все, что полагается». «А что именно?» «Две фотографии, подтверждение гражданства, заполненный бланк заявления и деньги». «А что она предъявила в качестве подтверждения гражданства?» «Свидетельство о рождении». «Где она родилась?» «В Калифорнии». «Она заплатила наличными?» «Да». «Ни чеком?» «Нет». «Начала было выписывать его, но паста в ручке кончилась, хватило только на заявление». «Поэтому и заплатила наличными». «Да это недорого». «Понятно». «Спасибо», — поблагодарил Карелло. «Не за что», — ответил старик и со скрипом двинулся назад к шкафам, чтобы положить на место карточку Клодию Дэвис. «Номер чека был 007». «А выписан он был 12 июля некой Марте Фелдлсон». «Мисс Фелдлсон поправила пенсне на носу и взглянула на чек». «Затем она сдвинула в сторону какие-то бумажки, положила чек на стол и еще раз внимательно его рассмотрела». «Да, этот чек выписан мне». «Клодия Дэвис оформила его прямо здесь, в бюро». «Она улыбнулась». «Если эту контору вообще можно назвать бюро». «Стол и телефон, больше ничего не помещается». «Но я лишь начинаю дело». «А если точнее, давно вы открыли бюро путешествий?» «Полгода назад». «Очень интересная работа». «Мисс Дэвис, раньше к вам не обращалась?» «Нет». «К вам ее кто-то направил?» «Нет, она нашла меня по телефонному справочнику». «И попросила организовать ей путешествие, так?» «А чек?» «За что он выписан?» «За авиабилеты и гостиницы». «Гостиницы где?» «В Париже, Дижоне и Лазанне в Швейцарии». «Она собиралась отправиться в Европу?» «Да». «Из Лазанной хотела поехать на итальянскую Ривьеру. Этим я тоже занималась. Заказывала билет, номер в отеле». «А когда она собиралась лететь?» «Первого сентября». «Теперь понятно, зачем ей понадобились чемоданы и сумки», — вслух произнес Карелла. «Извините», — улыбнулась мисс Фелдлсон. «Ничего, ничего, не обращайте внимания», — сказал Карелла. «Какое впечатление сложилось у вас о мисс Дейли?» «Трудно сказать. Я видела ее лишь один раз». «Она на минуту сосредоточилась. По-моему, девушка могла быть привлекательной, если бы постаралась. Но она не старалась. Волосы темные и короткие, а сама какая-то отрешенная, что ли. За все время разговора так и не сняла темные очки. Наверное, ее можно назвать застенчивой или испуганной. Не знаю». Мисс Фелдлсон опять улыбнулась. «Сумела я вам чем-нибудь помочь?» «Ну что ж, теперь мы знаем, что она собиралась за границу. Сентябрь — прекрасное время для путешествия. Отдыхающих на курортах меньше». Карелла поблагодарил ее и покинул неопрятное бюро. «Чеки заканчивались, заканчивались и идеи. Все указывало на девушку в бегах. Но от чего ей было бежать? От чего прятаться?» Джози Томпсон была в лодке одна. Суд определил ее смерть как утопление в результате несчастного случая. Страховая компания не опротестовала требования. Клодии выдали законный чек, по которому она могла получить наличное в любой точке земного шара. И тем не менее она пряталась. Она скрывалась. А Карелла не мог понять, почему. Он вынул из кармана список оставшихся непроверенными чеков. Сапожник, парикмахер, цветочник, кондитер. Все это было неважно. А последний чек от 11 июля номер 006 был выписан Дэвиду Облински на 45 долларов 75 центов. Перекусив, Карелла поехал в деловую часть города, Даунтаун. Облински он нашел в столовой у автобусной остановки. Тот сидел на табурете за стойкой и попивал кофе. На предложение присоединиться к нему Карелла согласился. «Вы нашли меня по чеку, так?» — спросил Облински. «Мой номер и адрес дали вам телефонисты, так? Ведь в справочнике их нет. И сообщать их кому-либо запрещено. Им пришлось уступить полиции. Ха! А если бы, скажем, копы спросили у них номер телефона Марлона Брандо? Думаете, дали бы? Черт, а с два!» «Нет, сэр. Мне это не нравится. Совсем не нравится». «А чем вы занимаетесь, мистер Облински? Почему засекретили телефон?» «Я? Я таксист. Вот чем я занимаюсь. А иметь засекреченный телефон — это шик. Что, не знали?» Карелла улыбнулся. «Не знал. А зря. А за что вам Клодия Дэйвис выписала чек?» «Таксистом я работаю в городе. А на уикенды, в свои выходные дни, я вывожу клиентов, по их желанию, на природу. В горы, на побережье. Мне все равно, куда». «Понятно. Так вот, где-то в июне, в начале июня, мне позвонил знакомый из Трайанг-Лейка и сказал, что какая-то денежная бабенка просит доставить ее на собственном Кадиллаке сюда. Так что, если я соглашусь приехать поездом и отвезти ее, мне светит тридцатник». «Ну, я ответил, нет уж, сорок пять или гудба. Я ведь понимал, что он у меня на крючке». «Он сам сказал, что из местных никто не согласился ехать. Ну, он ответил, что переговорит с ней и позвонит опять. Ну, и позвонил. Ох, знаете, все никак не успокоюсь из-за этих проклятых телефонистов. Они не должны были давать мой телефон никому. А если бы это был номер Мерлин Монро? Думаете, назвали бы? Ну, я им задам, поверьте». «Итак, он снова вам позвонил». «Позвонил, значит, и говорит, что она согласна, но просит подождать до середины июля. Ну, сейчас, мол, у нее денег нет. Временно. Ну, думаю, не надует же меня эта дамочка, если у нее кадиллак. Можно подождать и до июля. Но знакомому сказал, что в таком случае пусть платит и дорожную пошлину, чего обычно от клиентов не требую. Это семьдесят пять центов». «Таким образом вы уехали в Трайангл-Лейк поездом и привезли мисс Дэвис на ее кадиллаке в город, так? «Да». Она, наверное, вне себя была от горя. «А? Ну, потерянная была. Ну, убита горем, в истерике, плакала. А, нет, нет, нормальная была. Я имею в виду...» Карелла запнулся. «Я понял так, что она была не в состоянии везти машину». «Верно. Поэтому и наняла меня. В таком случае...» «Но не потому, что расстроена была или еще что-нибудь в этом роде». «Тогда почему?» Карелла нахмурился. «Много вещей было? Ей понадобилась ваша помощь?» «Да, много. Ее и сестры. Сестра утонула, вы знаете?» «Знаю». «Ну, погрузить багаж мог кто угодно». «Нет, я ей действительно был нужен». «Зачем?» «Зачем? Она же водить не умеет». Карелла в изумлении уставился на него. «Ошибаетесь?» «Еще чего!» Воскликнула Блинский. «Не умеют, говорю вам?» Я складывал вещи в багажник, а ее попросил завести мотор, так она не знала, как это делается. «А, да черт с ней! Скажите лучше, мне шум поднять в телефонной компании? Не знаю», ответил Карелла и соскочил с табурета. Он вдруг вспомнил о чеке, выписанном Клодией Дэвис в парикмахерской. И этот чек внезапно показался ему чрезвычайно важным. Парикмахерская находилась на 23-й Южной улице, рядом с Джефферсон-авеню. Над тротуаром перед ней висел зеленый навес с надписью «Артура Манфредди Инг». Стеклянная табличка в витрине повторяла то же название и извещала тех, кто не читал «Вог» или «Харперс Базар», что фирма имеет отделение «Одно в Изоле, второе в Нассау Багамы». Ниже шрифтом помельче и поскромнее сообщалось о международном признании предприятия. Карелла и Хоуз вошли в салон в 16.30. В небольшом холле, скрестив дорогие, холеные ноги, сидели, очевидно, в ожидании шоферов, мужей или любовников, две тщательно причесанные и наманикюренные женщины. Обе разом подняли головы и, выразив разочарование легким поднятием бровей, вновь углубились в изучение журналов мод. Карелла и Хоуз подошли к столику. Сидевшая за ним блондинка с блестящими шелаковыми глазами обратилась к ним голосом выпускницы английской средней школы. «Слушаю, чем могу вам помочь?» Карелла показала ей удостоверение. Девушка прочла его, глянула на фотографию, тут же вновь обрела утраченное на мгновение самообладание и сухо спросила, «Что вы хотели?» «Мы хотели бы знать, что вы можете сказать о девушке, выписавшей этот чек?» Карелла достала из кармана сложенный листок, развернул его и положил перед блондинкой. Она глянула на него, «Как фамилия? не разберу». «Дэвис. Клодия Дэвис». «Не помню такую. Среди постоянных наших клиентов ее нет». «Но она выписала вам чек», возразил Карелла. «Седьмого июля». «Не будете так любезны посмотреть, зачем она сюда приходила и кто ее обслуживал?» «Извините», ответила блондинка. «Что извините?» «Извините, но мы закрываемся в пять часов, и сейчас у нас самое напряженное время дня. Надеюсь, вы поняли меня. Если бы вы пришли попозже...» «Нет, мы не придем попозже», не согласился Карелла. «Поскольку попозже мы можем явиться только с ордером на обыск и разрешением на изъятие отчетной документации. А это порой будет любопытство пронырливых репортеров. А такое любопытство вряд ли будет способствовать укреплению международного признания вашей фирмы». «У нас сегодня был тяжелый день, мисс, и пришли мы сюда по важному делу. Так как?» «Нет вопросов. Мы всегда рады сотрудничеству с полицейскими», холодно произнесла блондинка. «Особенно с такими воспитанными». «У нас все такие», заверил ее Карелла. «Разумеется». «Седьмого июля, говорите?» «Седьмого». Блондинка поднялась из-за стола и скрылась за дверью в глубине холла. Из двери напротив появилась брюнетка. «Мисс Мария уже ушла?» «Кто такая мисс Мария?» спросил холл. «Блондинка». «Нет, она ненадолго вышла». «Эта белая прядь у вас просто очаровательна», заметила брюнетка. «Меня зовут мисс Ольга». «Здравствуйте». «Спасибо». «Когда мисс Мария вернется, скажите, пожалуйста, что на третьем этаже сен испортился». «Обязательно», пообещал холл. Мисс Ольга улыбнулась, махнула рукой и исчезла. Мгновением позже в холл возвратилась мисс Мария. «Клодия Дэвис действительно была здесь седьмого июля. Обслуживал ее мистер Сэм. Желаете побеседовать с ним?» «Да, желаем». «Пойдемте», коротко бросила она. Они пошли за девушкой по залу мимо женщин со скрещенными ногами и спрятанными под колпаком сушилок макушками. «Да, кстати», сказал Хоуз. «Мисс Ольга просила сообщить, что на третьем этаже испортился фен». Хоуз чувствовал себя в женском царстве очень стесненно. А все было там тонко и изящно, и он, шести футов и двух дюймов ростом и ста девяносто фунтов весом, думал лишь о том, как бы не опрокинуть какой-нибудь флакончик с лаком для ногтей или бодейку с раствором для промывки волос. А в зале на втором этаже, проходя вдоль шеренги все тех же женщин со скрещенными ногами, прикрытых чем-то вроде халатов бродобреев, он заметил, как они одна за другой поворачивали головы под колпаками ему вслед, глядя на белую прядь у него в волосах, и вдруг смутился, покраснел, словно шел перед ним и с голой задницей. Его прядь имела естественное происхождение. Обрабатывая нанесенную ножом рану, медики сбрили в этом месте рыжие волосы, а выросли они уже белыми. Эти женщины, как он понял, готовы были выложить потом заработанные доллары за то, чтобы иметь такие же, и ощутил себя не копом, пришедшим по заданию, а клиентом, явившимся подправить проклятый локон. «Вот мистер Сэм», услышал он, обернулся и увидел, что Карелло жмет руку какому-то удлиненному типу. Именно удлиненному, а не высокому. Такими видишь людей на киноэкране, когда сидишь с краю. Мужчина был в белом комбинезоне, из нагрудного кармана у него торчали три узкие расчески, а в левой тонкой руке он держал ножницы. «Здравствуйте», сказал парикмахер и обозначил полупоклон. «Европейский по происхождению, американский по исполнению». Затем он пожал руку Холзу и еще раз сказал «Здравствуйте». «Они из полиции», пояснила мисс Мария, освобождая парикмахера от необходимости быть вежливым и удалилась. «Седьмого июля здесь была женщина Клодия Дэвис», сказал Карелла. «Как мы выяснили, обслуживалась она у вас. Вы что-нибудь помните о ней?» «Мисс Дэвис, мисс Дэвис», произнес мистер Сэм и поднес руку к колбу, имитируя напряженную работу мысли. «Так-так, мисс Дэвис». «Да-да, мисс Дэвис, красивая блондинка». «Нет», Карелла покачал головой, «брюнетка». «Вы говорите о ком-то другом?» «Нет, я говорю о ней», возразил мистер Сэм и приставил указательный палец к виску. «Я помню ее, блондинка». «Брюнетка» стоял на своем Карелла, внимательно наблюдая за парикмахером. «Ушла брюнеткой, а пришла блондинкой». «Что?» переспросил Хоуз. «Она была блондинкой, натуральной, красивой блондинкой». «Это редкость, натуральная блондинка». «Но я никак не мог понять, зачем ей перекрашиваться». «Вы перекрасили ее?» «Перекрасил». «Она объяснила, зачем ей это понадобилось?» «Нет, сэр». «Я пытался возражать, сказал, «У вас прекрасные волосы, и я могу сделать вам замечательную прическу». «Вы блондинка, дорогая, ко мне ежедневно приходят шатенки и умоляют обесцветить их». «Нет, их слушать не хотела. Пришлось красить». Парикмахер взглянул на сыщиков так, словно это они были виноваты в упрямстве Клодии Дэвис. «А что вы еще над ней проделали, мистер Сэм?» спросил Карелла. «Перекрасил, постриг и уложил. А кто-то из девушек сделал ей маску и маникюр, по-моему». «А что означает постриг? У нее были длинные волосы?» «Да, длинные белые волосы. Она пожелала их укоротить. Я укоротил». Парикмахер покачал головой. «Жаль, новая прическа ее испортила. Я не говорю такого о своей работе, но, уходя отсюда, она выглядела ужасно. В ней почти невозможно было узнать прежнюю красавицу-блондинку, какой она пришла к нам тремя часами ранее». «А может быть, в том и весь смысл?» сказал Карелла. «Что? Извините?» «Ничего, ничего, не обращайте внимания. Благодарю вас, мистер Сэм. Нас предупредили, что вы очень заняты». «Вы знали об этом еще до встречи с парикмахером, не так ли, мистер Стив?» спросил Холл, когда они вышли на улицу. «Я подозревал это, мистер Коттон. Подозревал. Поехали в участок». Они перебрасывались фразами, как рекламные агенты, обсуждающие текст нового объявления. Они сидели в кабинете лейтенанта Бернса и пытались определить, где очутились сами и куда укатился колобок. Они бросали на дорогу консервант жизни и наблюдали, поднимет ли его кто-нибудь. Они поднимали флаги, смотрели, найдется ли такой, кто отдаст ему честь. В кабинете лейтенанта было аж четыре окна. Как-никак, а Бернс был их шефом. Очень элегантным был его кабинет с вентилятором и письменным столом и сквознячком с улицы. Но если сказать правду, то он был убог для проведения совещания на высшем уровне, но лучшего участок выделить не мог. А со временем можно было привыкнуть и к облупившейся краске на засаленных стенах и к плохому освещению и к воне из мужского туалета дальше по коридору. «Я только что позвонил Айрин Миллер», сказал Карелло, и попросил ее описать мне Клодию Дэвис. Она повторила то же самое, стриженная брюнетка, застенчивая, некрасивая. Тогда я попросил описать Джози Томпсон. Карелло нахмурился. Угадайте, что она сказала? «Красивая», ответил Хоус, «красивая блондинка с длинными волосами». «Именно». Собственно, миссис Миллер сказала нам об этом еще в первый раз. По ее словам, сестры отличались друг от друга как черное и белое, внешне и по характеру. Белое и черное, какие же еще? Брюнетка и чертова блондинка. «Отсюда желтое», вставил Хоус. «Что желтое?» «Пятно». Кортной сказал, что увидел желтое пятно в воде. Он говорил не об одежде, Стив, он имел в виду ее волосы. «Да, теперь многое стало понятным», кивнул Карелло. «Теперь ясно, зачем застенчивая Клодия Дэвис собиралась ехать в Европу, накупив рубашечки купальничков». «Понятно, почему Скоуз назвал ее красивой. «Понятно, почему медик после вскрытия определил возраст в тридцать лет, тогда как все знавшие Клодию отзывались о ней как о молоденькой девушке». «Значит, утонула не Джози?» спросил Майер. «Ты считаешь, что это была Клодия?» «Да, черт побери, я считаю, что утонула Клодия». «А Джози обрезала волосы, присвоила имя сестры и попыталась сойти за нее до выезда из страны?» продолжил Майер. «Зачем?» спросил Бернс, не любивший тратить время на лишние слова. «А затем, что дивиденды с ценных бумаг шли Клодии, а у Джози гроша за душой не было». «Но она же могла получить страховку», напомнил Майер. «Разумеется, но и только. В случае смерти Клодии ценные бумаги становились собственностью университета. Как, по-твоему, относилась к этому Джози?» «Знаете, я не пытаюсь шить ей дело, я просто считаю, что Джози воспользовалась ситуацией. Клодия была в лодке одна. Когда она упала за борт, Джози пыталась спасти ее, слов нет, но не успела доплыть. Клодия утонула. Джози, конечно, была потрясена, она рыдала, двух слов связать не могла. Истерика, мы видели такое. Но пришло утро, и Джози задумалась. Они были в чужом городке, их никто там не знал. Клодия утонула, но кто знал, что утонула Клодия? Никто, кроме Джози. Даже кошельки их лежали вместе в машине. Теперь стоило Джози назвать сестру, и она получила 25 кусков по страховке, а акции уплыли бы в университет, и прощай, беззаботная жизнь. А если она скажет, что утонула Джози Томпсон? Если заявит я, Клодия Дэвис, свидетельствую, что утонувшая в озере девушка моя двоюродная сестра Джози Томпсон? Хоус кивнул. В этом случае она бы и страховку получила, и дивиденды ей шли. Да, верно. А что нужно для получения наличными по чеку? Только иметь открытый счет в банке с заверенной подписью. Так что ей требовалось лишь открыть этот счет, подписаться Клодией Дэвис, а затем подтверждать все чеки с дивидендами. Вот зачем ей понадобился новый счет, подвел черту Майер. Пользоваться старым она не могла, поскольку в банке был образец подписи Клодии, да и саму ее там знали. Так что Джози пришлось с шестьюдесятю тысячами в Хайленд-тресте распрощаться и начинать все сначала. А для того, чтобы немногочисленные друзья Клодии о ней забыли, пока она создавала новые образы, новое состояние, Джози решила отправиться в Европу. Она собиралась прожить там несколько лет. Все сходится, констатировал Карелла. У Клодии были водительские права. Она сидела за рулем, когда девушки выехали из Стюарт-Сити. Но Джози для возвращения в город пришлось нанять шофера. Да и не могла Клодия столь щепетильная о финансовых вопросах заставлять кредиторов так долго ждать расчетов, заметил Холлс. Нет, сэр, это была Джози. А денег у нее не было. Она ждала страховку, чтобы расплатиться с ними и смыться за границу. Питер Бернс был краток. А где Джози получила наличные по страховому чеку? спросил он. В кабинете воцарилась тишина. У кого недостающие пять тысяч? задал он второй вопрос. Все молчали. Кто убил Джози? спросил он в третий раз. Джеремай Додд позвонил двумя днями позже. Он попросил к телефону следователя Кареллу и сообщил, что чек в Сан-Франциско найден. Какой чек? переспросил Карелла. Он допрашивал свидетеля преступления в продуктовом магазине на Калвер-Авеню. Дело Клодии Дэвис или, скорее, Джози Томпсон еще не попало в список нераскрытых, но все клонилось к тому, и, если честно, не оно занимало в тот момент мысли Кареллы. Чек, по которому были выплачены деньги Клодии Дэвис, пояснил Додд. «А, да, кто их выдал?» На обратной стороне его две подтверждающие отметки, подпись Клодии Дэвис и штамп филиала фирмы Лесли Саммерс Инк, тоже подписанной одним из ее сотрудников. «А что это за фирма?» «По обмену валют». «Благодарю вас», сказал Карелла. Он поехал в Лесли Саммерс с Бертом Клингом после обеда. «Почему с Клингом?» «Случайно». Просто Берт хотел съездить в Даунтаун за подарком для матери и предложил подбросить по пути Кареллу. Когда они припарковали машину, Клинг спросил, «Ты долго там пробудешь, Стив?» «Да нет, наверное». «Встретимся здесь?» «Я буду на Холл Авеню 720 в конторе Лесли Саммерс. Если управишься раньше меня, можешь подойти ». Они, не прощаясь, разошлись в разные стороны. Контора фирмы располагалась на первом этаже. Во всю длину ее тянулась стойка. За ней сидели несколько девушек. Одна из них говорила с клиентом по-французски. Другая объясняла что-то мужчине, пожелавшему обменять доллары на лиры, по-итальянски. На стене висела доска с указанием курса валют. Карелла встал в очередь. Когда она подошла, девушка, говорившая по-французски, спросила его. «Слушаю, сэр». «Я следователь», представился Карелла и раскрыл бумажник, которому с внутренней стороны был прикол от его жетон. «В июле вы выдали наличные мисс Клодию Дэвис по чеку страховой компании. Чек был на двадцать пять тысяч долларов. Вы случайно не помните этого?» «Нет, сэр, наверное, выдавала не я. Вы можете уточнить, кто?» Девушка обменялась несколькими словами со своими сослуживцами, поднялась и отошла к письменному столу, за которым сидел дородный лысеющий мужчина с тонкими, как лезвие бритвы, усиками. Они долго, минут пять, говорили о чем-то между собой, при этом мужчина размахивал руками. Взягнул колокольчик на двери, в контору вошел Клинг. Оглядевшись, увидел Кареллу и подошел к нему. «Купил?» спросил Карелла. «Да, подвеску на браслет. А ты как?» «Они проводят совещание на высшем уровне». Толстяк поднялся из-за стола и в перевалку подошел к стойке. «Что случилось?» спросил он Кареллу. «Ничего. Вы выдали по чеку двадцать пять тысяч долларов». «Да». «Чек фальшивый?» «Нет». «И мне так показалось. Нормальный чек страховой компании. Мы позвонили туда, проверили, нам подтвердили, что чек действительный и мы можем принять его. Он что, фальшивый был?» «Да нет, не фальшивый». «Что вам девушка представила в качестве удостоверения личности?» «Обычно мы просим показать водительские права или паспорт. Однако у нее не было ни того, ни другого. Она предъявила свидетельство о рождении. Но в конце концов мы же позвонили в страховую компанию». «Чек фальшивый?» «Нет, не фальшивый, но он был выписан на двадцать пять тысяч, и теперь мы пытаемся выяснить, куда делись пять из них». «А, вот оно что, франки». «Что франки?» «На пять тысяч долларов девушка приобрела французские франки», пояснил толстяк. «Она собиралась за границу?» «Да, собиралась», подтвердил Карелло и тяжело вздохнул. «Ну что же, все, по-моему, ясно?» «Нет, чек выглядел нормально», не мог успокоиться толстяк. «Ну да-да, он подлинный». «Пошли, Берт». Они вышли на улицу. «Ничего не пойму», сказал Карелло. «Ты о чем, Стив?» «Да в этом деле», он снова вздохнул. «Черт ты, да черт с ним!» «Правильно, пойдем выпьем кофе». «А что там говорили о франках?» «Она купила французскую валюту на пять тысяч долларов». «Французы, кажется, пошли в гору, а?» улыбнулся Клинк. «Вот бар, подойдет?» «Да, вполне», Карелло толкнул дверь. «А ты что имеешь в виду, Берт?» «Франки». «А что Франки?» «Ну должно быть, курс повысился». «Не понял тебя». «Да как же, повсюду Франки». «Берт, о чем ты говоришь, черт побери, ну объясни, пожалуйста». «А разве ты не был со мной в среду?» «Где?» «На параде?» «Да не был», устало произнес Карелло. «А вот оно что, ну тогда понятно». «Что понятно?» «Берт, всего святого». «Да вот почему ты не помнишь его». «Кого?» «Домушника, которого нам показали. На квартире у него нашли Франки на пять тысяч долларов». Карелло остановился как вкопанный. С самого начала все пошло у них шиворот на выворот. Ну, такое случается. Ее приняли за черную, она оказалась белой. Думали, что это Клодия Дэвис, оказалась Джози Томпсон. Искали убийцу, нашли вора. Его привели из камеры, где он ожидал суда за воровство по первой категории. Подняли на лифте в сопровождении полицейского. Сначала его привезли к боковому входу уголовного суда, провели коридором и подземным переходом здания, где размещалась прокуратура и ввели в кабину лифта. На верхнем этаже за дверью лифта он увидел маленькую комнатку. Вторая дверь в нее была заперта. Снаружи за ней висела табличка «Не входить». На протяжении всего допроса доставивший его полицейский стоял спиной к двери лифта, держа ладонь на рукоятке револьвера. «Никогда такой не слыхал», сказал Рейнольд. «Клодия Дэвис», повторил Карелло, «Или Джози Томпсон, выбирай». «Да не знаю ни ту, ни другую. И вообще, что все это значит? Взяли на воровстве, а теперь хотите повесить на меня все преступления в городе?» «Какие преступления, Рейнольдс? Какие? Какие? Зачем меня сюда притащили?» «У тебя дома нашли французские франки на пять тысяч зеленых, Рейнольдс. Откуда они у тебя?» «Кому какое дело?» «Не хами, Ралф, где ты взял валюту?» «Приятель долго отдал. Он француз. Его фамилия? Имя? Не помню». «Постарайся вспомнить. Это в твоих интересах». «Пьер, как будто». «Как?» переспросил Майер. «Пьер Лазаль. Ну, что-то в этом роде. Я плохо его знал, но одолжил пять кушков». «Ага». «А чем ты занимался ночью первого августа?» «А что? Что-то случилось в ту ночь?» «Это ты нам расскажи». «Не помню». «Ты работал?» «Я безработный». «Ты понял, о чем мы спрашиваем?» «Не понял». «О чем?» «Ты забрался в чужую квартиру?» «Нет». «Признайся, нет». «Он лжет, Стив», сказал Майер. «Конечно». «Конечно лгу». «Послушай, коп, у вас против меня ничего нет, только воровство. Да и то еще в суде доказать нужно. Так что не пытайтесь пришить мне что-то еще, не выйдет». «Если отпечатки пальцев не совпадут», быстро сказал Карелло. «Какие?» «Которые мы сняли?» «С шеи жертвы», солгал Карелло. «Я был в...» В комнате воцарилась мертвая тишина. Рейнольдс тяжело вздохнул и опустил голову. «Ты хочешь сделать признание? Нет! Ведите к черту!» Но в конце концов он признался. Раскололся после двенадцатичасового допроса. Сказал, что убивать ее не собирался, даже не подозревал, что в квартире кто-то есть. Заглянул в спальню, постель была пуста, а в кресле он ее не видел. Франки нашел в большой вазе на полке над умывальником. Деньги взял, но вазу случайно уронил. Девушка проснулась, вошла в комнату, увидела его и закричала. Он схватил ее за горло, чтобы она только замолчала, но девушка вырывалась, она сильная была. Он все держал ее, только чтобы не кричала, а она вырывалась, как будто он хотел ее убить, боролась как за жизнь. Но ведь это непредумышленное убийство, правда? Он не хотел ее убивать. Ведь это непредумышленное убийство. «Я не хотел убивать ее!» кричал Рейнольдс, когда его уводили в лифт. «Она завизжала! Я не убийца! Посмотрите на меня! Разве я похож на убийцу? Я домушник!» заявил он в поехавшей вниз кабине лифта. Заявил вроде как с гордостью за то, что был не обыкновенным вором, а специалистом, ремесленником. «Я не убийца! Я домушник!» кричал он, и голос его эхом метался по шахте лифта и коридорам, которыми его вели к машине. «Я не убийца! Я не убийца!» Карелла и Майер еще несколько минут сидели в комнатке. «Душно здесь», заметил Майер. «Угу», кивнул Карелла. «В чем дело?» «Ни в чем». «Может, он прав?» сказал Майер. «Может, он и впрямь всего лишь вор?» «Он перестал им быть с того момента, как украл жизнь человека, Майер». «Джози Томпсон тоже украла жизнь?» «Нет», покачал головой Карелла. «Она лишь позаимствовала ее. В этом вся разница». Они помолчали. «Хочешь кофе?» спросил Майер. «Да». Они спустились на первый этаж и вышли под яркое августовское солнце. Улица кипела жизнью. Они оказались в самой гуще ее, но почему-то молчали. «По-моему, ей не следовало умирать», сказал в конце концов Карелла. «По-моему, человек, который так боролся за жизнь, не должен был ее лишиться». Майер положил ему руку на плечо. «Послушай», сказал он серьезно, «это наша работа». «Такая работа». «Конечно», подтвердил Карелла. «Такая работа». Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Читала Галина Шумская, звукорежиссер Тамара Куликова. Иль, 1996 год.